Так, коллеги, значит начинаем работу Вы там тихонечко подписывайте пока Я сегодня вместо Владимира Гельмана веду Поскольку Владимир заболел Работаем следующим образом Фагу час максимум на доклад С учетом того, что на 7 минут задержались После этого вопросы Не выступления, а вопросы После окончания вопросов Выступления Соответственно у Павла еще будет возможность Отвечая на вопросы высказываться И исключить на слово Спасибо, Дмитрий Здравствуйте, уважаемые коллеги Я рад вас приветствовать на семинаре М-центра Европейского университета Сегодняшнее выступление является продолжением Проекта, который был начат несколько лет назад А именно проекта, который связан с исследованием Американской модернизации Я надеюсь, что в перспективе Три припринта, которые готовы Перерастут в полноценную книгу Которая имеет рабочее название Американская модернизация От Мэйфлауэра до современности Возможно, закончится все на Трампе А возможно, мы к тому времени, когда эта книга появится в свет Будем знать что-то и о следующем этапе Либо потому, что затянется период написания Либо потому, что кому-то сильно не повезет Сегодня же мы с вами будем углубляться в экономическую историю Мы движемся с вами с современного этапа Относительно современного этапа С рейгономики до начала американского государства И американской модернизации Был доклад, посвященный рейгономике После этого был доклад, посвященный новому курсу И охватывал период с 2018 года по 1945 год И сейчас мы углубляемся в историю Для того, чтобы понять истоки американской модернизации В известном отношении следует считать Мой сегодняшний доклад центральным в этом проекте Потому что именно в этот период времени Происходит наиболее значительное событие В американской экономической истории А именно происходит выход этой экономики На первое место по всем ключевым показателям По производству стали, по добыче угля По добыче нефти, по финансовым активам и так далее След за промышленным господством Америка становится страной, лидером в политическом отношении И если до и во время исследуемого периода Мы в основном должны говорить о эпохе Великобритании Которая задает темп всей модернизации То по сути дела, начиная с позолоченного века И прогрессивной эры Америка становится лидером Не только в мировой экономике, но и в мировой политике И в этом смысле символично то, что в качестве фотографии для постера Я выбрал знаменитый Flat Iron или утюг Который был построен на Манхэттене в 1903 году Это один из первых небоскребов Сейчас, если посмотреть на его окружение Он будет выглядеть не так впечатляюще В свое время, то есть до 1903 года Это было здание из четырех этажей Остальные этажи были построены уже тогда Когда Америка была модернизирована Прежде всего благодаря тем, кого принято называть Бароны-разбойники Благодаря созданию крупнейших компаний Эндрю Карнеги, Джона Рокфеллера И других выдающихся американских предпринимателей Вот по сути дела об этом периоде я и буду говорить Если вы читали припринт, то вы обратили внимание Что в самом начале я привожу три цитаты Цитату Томаса Джефферсона, третьего президента США Цитату Вудро Вильсона, 28-го президента США И Людвига фон Мизеса В каком-то смысле эти три цитаты являются красной нитью Которая проходит через весь исследуемый период С одной стороны мы видим, что их отделяет примерно один век То есть живут они с разрывом 100 лет Причем Томас Джефферсон говорил о том, что лучшее правительство Это известная его цитата Это такое, которое управляет меньше всего Мы в конечном итоге можем сказать, что принципы отцов-основателей Прежде всего Джефферсона Были близки к тому, что сегодня называется либертарианство И уже через 100 лет появляется президент Который не может себе представить власть Как отрицательное, а не положительное явление И в дальнейшем мы увидим, что он провозглашает принципы Которые вполне созвучны с тем, что стало чуть позже звучать В итальянской Италии фашистской И в Германии национал-социалистской То есть вождизм заменяет представление о ограниченном государстве И важно понять, что те перемены, которые произошли в экономике Они были колоссальными Были связаны с идеологическим сдвигом Цитата Мизоса, по сути дела, отражает эту идею Подлинная история человечества Это история идей Идей порождают общественные институты Политические изменения Технологические методы производства И все, что называют экономическими условиями Поэтому наша задача как раз и проследить эти перемены Здесь можно было бы сказать, что интеллектуалы не оказывают Исторического существенного влияния Потому что прежде всего оказывают влияние интересы Но стоит обратить внимание, что те люди, которые были интеллектуалами А Джефферсон и Вильсон, несомненно, были интеллектуалами Были в то же самое время и политиками Поэтому отрицать влияние их политических взглядов на их действия не приходится Более того, так как Америка была лидером в экономическом отношении И искала новые идеи, которые еще никто не опробовал То, собственно говоря, лидеры не могли представлять себе те конкретные последствия Для своих интересов, которые могла вызвать их политика Поэтому вот это была прежде всего борьба идей Занимаясь этим периодом и обращая внимание на другие периоды американской истории Я сформулировал гипотезу, которую, я надеюсь, буду еще уточнять в следующих препринтах Которая связана с тем, что, в общем-то, с момента учреждения американского государства То есть с момента декларации независимости и до сегодняшнего дня Мы видим определенный циклизм или дуализм взглядов на то, каким образом должна развиваться Америка И, конечно, этот дуализм, он не является чем-то принципиально новым И, например, в курсе ретроспективы экономической мысли Который я читал в Ранхиксе, который есть на моем YouTube-канале Я как раз рассматриваю всю историю экономической мысли как колебания между теми школами и направлениями Которые тяготеют к экономической свободе, индивидуальной свободе Либертарные, условно, теории И те, которые тяготеют к потестарному взгляду на хозяйственную жизнь В этом смысле Андрей Павлович совершенно прав Когда говорит о том, что есть определенный циклизм, в частности, и в российской истории Мы видим некие флешбеки в нашей истории, которые действительно не являются чем-то неожиданным С другой стороны, мы должны признать, что эти же самые циклы, эти флешбеки существуют и в истории других стран Поэтому здесь нет ничего удивительного В самом начале, когда мы смотрим на таких политических деятелей, как Александр Гаминтон и Томас Джефферсон Мы уже видим, что между ними есть определенные расхождения в взглядах на методы Если Томас Джефферсон говорит об ограниченном государстве То Александр Гаминтон не только отец доллара американского, но и певец американского протекционизма Фрид Эхлист приезжал в Америку учиться протекционизму в США Получается, что то, что казалось американцам в 19 веке, в конце 19 века надъем Когда они из Германии импортировали идеи милитаризма и протекционизма На самом деле было их собственным детищем Детищем, которое возникло благодаря Александру Гаминтону и его взгляду Естественно, этот цикл, он не абсолютен Метроном движется не так же, как в технических процессах Не так же, как в естественных науках Тем не менее, Эндрю Джексон и Авраам Линкольн тоже могут рассматриваться как некие противоположности С одной стороны, этатизм, а с другой стороны, представление о деньгах как о том, что должно быть независимо от государства Как известно, Джексон в этом смысле был наиболее последовательным демократом того периода, когда эта партия была в наибольшей степени либертарианской Макинли и Вильсон также являются разными политическими фигурами и по-разному влияли на судьбы США Один из них подтвердил золотой стандарт в 1896 году Другой ввел первый подоходный налог, прогрессивное налогообложение, создал Центральный банк То же самое касается 20-х годов С одной стороны, это Уоррен Гардинг, который призывал к возвращению к нормальности и к сокращению государственных расходов во время рецессии 21-го года С другой стороны, Рузвельт, о котором я говорил подробно в прошлый раз С одной стороны, мы видим в 80-е годы попытку движения в сторону рыночной экономики, которая совершается в начале самого периода правления Рональда Рейган Но быстро сворачивается По сути дела, мне кажется, что от середины 80-х годов и до сегодняшнего дня, включая и Обама, и Трампа Мы видим тренд американской экономики на этнотизацию Просто этнотизация другого свойства Если, например, Обама был прежде всего за высокие налоги и за высокие государственные расходы То Трамп за протекционизм и также за государственные расходы, просто еще за низкие налоги Это все в конечном итоге колебания вокруг одного и того же Поэтому мне представляется очевидным, что и в исследоваемом периоде есть вот эти две силы Как я строю свой припринт и как я хотел бы построить сегодняшнее выступление Я кратко расскажу об итогах гражданской войны в США 1861-65 годов Потому что, по сути дела, именно там зародились условия Там была создана маточная среда, в которой и формировался кристалл этатизма Маточный раствор, в котором это постепенно формировалось Он далеко не сразу дал свои плоды, далеко не сразу стал реальностью Должны были пройти десятилетия для того, чтобы модель вот этого Warfare State Возродилась уже в начале в идеях Удру Вильсона, а потом в его практике Я хочу поговорить о позолоченном веке и оборонных разбойниках Потому что этот период времени и некий штамп до сегодняшнего дня продолжает использоваться Большинством историков, большинством экономистов для характеристики того, к чему приводит неограниченная свобода ЛСФР К монополиям, к безработице, к эксплуатации, к неравенству И, по сути дела, если бы не прогрессивная политика Теодора Рузвельта, Тафта, Вильсона, а в дальнейшем и ФДР То так народ бы и жил в нищете Вот этот миф я попытаюсь развеять в рамках того времени, которое мне отведено Несомненно, что вторая часть исследуемой эпохи, которая идет после позолоченного века Как известно, термин родился благодаря Марку Твену Это эпоха, когда происходит, с одной стороны, идеологический сдвиг Это происходит примерно в конце 19 века Некоторые отчитывают от кризиса 1896 года Другие отчитывают от прихода к власти Теодора Рузвельта Но так или иначе, этот период, это где-то конец 19-го, начало 20-го века Вплоть до конца Первой мировой войны Это расцвет этатизма в США Прогрессивная эпоха Которая так называют, потому что мыслит себя неким новым Евангелем И те самые социал-реформаторы, которые до этого говорили о необходимости ограниченного государства Как известно, первые поселенцы вовсе не были сторонниками неограниченной власти государства Но тем не менее, постепенно, особенно это касается пиетистов и пуритан Склоняются ко все большей и большей симпатии к социализму и этатизму И наконец, последний период, который будет нас интересовать Это Первая мировая война И то, что Джона Колберт в своей знаменитой книге называет либеральным фашизмом Вудро Вильсона У нас этот термин используется в несколько ином смысле Я бы хотел отказаться от такого слова употребления Потому что Колберт достаточно убедительно показывает, что фашизм является идеологией неограниченной власти государства Если мы посмотрим на труды Муссолини, если мы посмотрим на труды теоретиков этого направления Они примерно так и говорят Все в государстве, ничто против государства И в этом смысле социализм является определенной формой фашизма Здесь не надо какие-то ерунки навешивать Если мы посмотрим просто на тексты классиков Они действительно фактически подчиняют личность коллективным интересам Итак, итоги гражданской войны Это действительно была страшная война для Соединенных Штатов Америки Самая, пожалуй, страшная в их истории Если посчитать, сколько людей погибло во время этой войны Сейчас есть разные мнения Минимальная планка 620 тысяч американцев Это больше, чем во Второй мировой войне, в Первой мировой войне вместе взятых И если посмотреть ту границу верхнюю, которая идет чуть выше у историков Там 700 с чем-то тысяч То по сути дела это означает, что во время гражданской войны Погибло американцев больше, чем за все остальные войны Речь идет, конечно, о смерти именно американцев Не других народов Потому что во время Второй мировой войны погибло гораздо больше людей Чем в гражданскую войну Но если мы берем другие национальности То есть для Америки это был колоссальный удар И в припринте я показываю, что это было во многом следствием взглядов Авраама Линкольна Который был вполне себе сторонником Ну в каком-то смысле притечей Если пользоваться той терминологией, которой пользуется Голберт То в чем-то да Вот я недавно был в Вашингтоне И когда нас проводили по экскурсию в знаменитое место, где сидит Авраам Линкольн Он сидит на своем троне И у него вот этот пучок связан так же, как символизирует, собственно говоря Фашизм символизирует через этот пучок Но я не хочу вдаваться в риторику Очевидно, что то, что делал Линкольн Было связано и с экономическими интересами северян Если мы посмотрим на его риторику сецессии То, по сути дела, она несовместима с конституцией Соединенных Штатов Америки Ну и многие другие вещи говорят о том, что это серьезный был удар по представлению о независимости Штатов в многих-многих вопросах Но, естественно, это был еще и удар по финансам Например, федеральный долг, который был копеечным в 1860 году, 64 миллиона долларов В конце войны составлял 2,32 миллиарда долларов То есть колоссальное увеличение было долга Обесценение гринбеков Если кто не знает, гринбеки или зеленые спинки Оттуда, кстати, идет жаргонное слово баксы Потому что в свое время, когда началась война Стало казначейство активно печатать неразменные бумажные деньги И одна из сторон была зеленой Это может быть не очень хорошо видно Вот это совсем зеленая сторона 1 доллар Было принято напечатать под тем меркам фантастическую сумму 60 миллионов долларов На ведение необходимых действий военных Причем мелкими купюрами 1, 5, 10, 20 долларов 20 долларов самая большая Казначейство посчитало, что нужно выбрать тот цвет, на который хватит краски Выяснилось, что больше всего зеленой краски Поэтому была потрачена именно зеленая краска на эти самые гринбеки Казалось бы, когда война закончилась Должны были перейти к нормальной денежной системе Провести макроэкономическую стабилизацию Монетарные реформы Но кинтянство, на самом деле, жило еще задолго до Кейнса Была партией гринбеков Которая прямо призывала, например, к тому, чтобы построить огромный канал От Нью-Йорка до Сан-Франциска И профинансировать его печатанием гринбеков Вот Сергей Глазев в каком-то смысле может найти источник своих идей Не у Кейнса, а в 19 веке Естественно, эти гринбеки обесценивались фантастически И разрушали экономику Когда война закончилась, началась так называемая реконструкция То есть попытка создать условия, при которых штаты, южные штаты Уже не имели возможности выйти из союза И должны были так или иначе включиться в общую историю Я, опять же, при принте перечисляю вещи, которые были созданы По сути дела, это было не сколько актом милосердия А сколько актом выжимания тех ресурсов, которые были у южан Были запрещены флаги и ношения военной униформы конфедерации Бывшие офицеры были обложены особо высокими налогами Не могли занимать политические должности На многие-многие десятилетия южане выпали из американской политической жизни И отношение к южанам было соответствующее Все белые ветераны конфедерации были лишены права голосовать На южные штаты был распространен акт о налогах Он включал прогрессивный подоходный налог, всевозможные налоги из продаж и так далее Потом многие из них были отменены Тем не менее, период реконструкции Это некое завершение этапа, болезненного этапа для американской нации Сейчас же мы рассматриваем тот этап, который связан с колоссальным прогрессом в сфере экономики Да, если взять критиков капитализма Таких, как Тома Пикетти То мы увидим, что их анализ того, что происходило в 19 веке Подтверждает основную идею О том, что именно в этот период времени В позолоченный век и прогрессивную эру Темпы накопления капитала были самыми высокими в истории США Никогда так не накапливался капитал Ни до этого, ни после этого Поэтому, когда происходит накопление капитала в виде новых зданий Новых производств, новых домов жилых, в которых живут люди То происходит действительно увеличение С одной стороны, реального капитала накопленного А с другой стороны, увеличивается и ВВП на душу населения Происходит рост промышленного производства Как сторонники прогрессизма и современные левые интеллектуалы Смотрят на позолоченный век? Да, был прогресс технический Да, появились небоскребы Вот один из первых небоскребов в Чикаго О котором я также пишу в припринте Но все это возникло в результате жесткой эксплуатации труда капитала Бароны-разбойники, такие как Вандербильд, Пульман, такие как Морган, Рокфеллер, Карнеги Выжимают из рабочих последние соки Благодаря тому, что платят им низкую заработную плату И получают высокую ренту Кстати, по поводу термина бароны-разбойники Он возник для описания модели поведения извлечения ренты Баронов, которые жили в свое время рядом с Рейном Для того, чтобы пополнять свою казну Для того, чтобы получать деньги Они протягивали канаты через реку И для того, чтобы проплыть мимо его территории Вы должны были заплатить некую дань и плыть дальше Вот их назвали баронами-разбойниками Так возник этот исторический термин Его по аналогии стали переносить на вот этих самых предпринимателей Вандербильда, который создал железные дороги Карнеги, который стальную индустрию создал В основе железнодорожного транспорта И в основе строительства мостов всего остального Лежали его достижения Рокфеллер, который, по сути дела, создал в Америке Летиную промышленность Вот всех их стали называть баронами-разбойниками То есть людьми, которые просто-напросто жируют за счет бедности людей Но это серьезно противоречит фактам Которые сразу бросаются в глаза для любого наблюдателя Первый факт Огромное количество людей из Европы Бежало в Америку для того, чтобы там найти себе рабочее место Миллионы людей бросали все Для того, чтобы переплыть через океан И там устроиться на работу Если бы ставка заработной платы в США Была ниже, чем в Европе Это никто не стал делать И, очевидно, для всех, кто знаком с фактами Что ставка заработной платы в США была в 2-4 раза больше Были огромные неосвоенные территории Была возможность для зарабатывания денег Создание своего бизнеса Более того, для того, чтобы все это строить И получать за это деньги Нужно было использовать труд людей Платить им заработную плату И в конечном итоге в этих домах жили вчерашние иммигранты Вчерашние безработы Есть замечательный фильм Такой полудокументальный, полухудожественный Он есть в интернете Люди, которые построили Америку Там в основном говорится о биографиях Вот тех знаменитых воронных разбойников О которых я говорил И, в принципе, описывается вся эта история примерно так Да, они были сильными людьми Они не боялись бросать вызов друг другу Разорять конкурентов Искать более низкие сдержки Производство, более эффективную технологию Но рабочие жили однообразно Мы видим все больше и больше, например, железных дорог Которые буквально всю Америку охватили А мы понимаем, что Америка в качестве естественной территории Имеет очень много препятствий для торговли Для того, чтобы этих препятствий не было Нужно было наладить железнодорожный транспорт Так вот, мы видим паровозы Мы видим железные дороги Мы видим новые города Складывается впечатление, что в них живут только вот эти пять человек Рокфеллер Морган и так далее Говорится о новых изобретениях Которые сделали возможным, например, освещение Нью-Йорка В течение всех суток Представьте себе, в середине 19 века Наступает ночь И в Америке полная глушь, темнота Это невозможно себе представить сейчас Когда мы смотрим на Манхэтт Так вот, по сути дела Изображается все примерно так Вот они работали, работали, зарабатывали деньги Выигрывали только они А вот когда начались социальные реформы Государство в это начало вмешиваться в начале 20 века Вот тогда появились и рабочие И рабочие вдруг появляются в фильме в качестве гуляющих По каким-то развлекательным паркам Они ходят, покупают себе колбасу, еще что-то А до этого они просто работают на заводе Их лица не меняются Они все закопченные Их эксплуатируют все больше Они живут все хуже И так из года в год в течение 40 лет То есть буквально позолоченный век Это эпоха, когда вот эти 5 человек богатеют Дома красивые строятся Освещение есть Вся Америка покрывается И вот, а кто же там ездит-то в этих поездах? Кто сидит в этих домах? Кто в конечном итоге пользуется всеми этими благами цивилизации? Конечно, простые американцы Этим пользуются Вот, для того, чтобы понять лицо модернизации Дмитрий использовал в замечательном своем докладе Иллюстрации, связанные с Северной Италией Давайте посмотрим на то, как развивалась витрина капитализма Если кто не догадался, это Манхэттен 1865 года То есть ровно в тот момент времени, когда начался золоченный век Обратите внимание, чего здесь нет Ну, во-первых, нету мостов Которые сейчас являются лицом Манхэттена Нету небоскребов Так выглядел Манхэттен в 1865 году А вот так вот, в 1913 Заметьте отличие Это совершенно другой город Появились знаменитые мосты Уже три моста Которые объединяют два берега И Стривер Уже построены Огромное количество небоскребов Почему это стало возможно? Благодаря тем заводам, которые создал Эндрю Карнеги Благодаря тому, что себестоимость производства стали упала примерно в 10 раз Благодаря тому, что эта сталь могла уже тратиться не на железные дороги А могла строиться на возведение многоэтажных домов-небоскребов И можно было строить вот такие гигантские объекты Ничего этого не было в других странах То есть, несомненно, по этой картинке мы видим Что модернизация в мировом масштабе произошла именно в США Именно в этот период времени Если вы сравните эту картинку, скажем, с Берлином Это Берлин, 1910 год Мы знаем, что Германия была моделью для подражания у прогрессистов Они считали, что надо как в Германии Но при этом, если мы возьмем весь период с 1865 года по любой год до 14 года Мы увидим, что темпы экономического роста в США были выше, чем в Германии Уровень благосостояния был выше Иммиграция из Германии продолжалась Огромное количество католиков, в частности, уезжало из Германии То есть, получается, парадоксальная ситуация Американцы стали рассматривать в качестве модели для своего развития Страну, которая имела более низкий уровень благосостояния Более низкие темпы экономического роста Бисмарковская Германия уступала Америке по темпам экономического развития Давайте посмотрим на достижения Среднесуточная реальная заработная плата выросла примерно на 64% за обозначенный период То есть, за позолоченный век В США труд оплачивался в 2-4 раза дороже, чем в Европе Уже в 2013 году на долю США приходилось 38% всего каменного угля в мире 42% выплавки стали Более 60% мировой добычи нефти Была очень дешевая транспортировка продукции по всей Америке Представьте себе, к концу 19 века было 6 трансконтинентальных железных дорог Они соединяли северные города Там тот же самый Питтбург, Детройт, Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско И все эти регионы включались в единое целое Где-то производилась металлургическая продукция Где-то добывалась нефть, где-то были фрукты Вся эта машина работала Вот Пол Джонсон, знаменитый историк английский Он говорит о том, что многие анализируют причины, почему Америка была успешной Говорят о природноклиматических факторах, о многих-многих других И редко обращают внимание на то, что это была в тот период времени самая большая зона свободной торговли Потому что любой изобретатель, который работал в Кликбленде, в Питтсбурге, в Сан-Франциско, где угодно Как только он что-то создавал, его рынок становился рынком всей страны Его инновации охватывали всю страну В 1894 году совокупная стоимость промышленной продукции США превысила промышленное производство Англии и Германии вместе взят То есть темпы поражают Доход на душу населения вырос с 1870 года по 1910 с 168 долларов до 332 долларов Это только экономическая составляющая Не надо думать, что не развивалась культура, не развивалась интеллектуальная сфера В тот же самый период создаются знаменитые американские университеты Тот же самый Стэнфорд Появляются знаменитые американские писатели Тот же самый Марк Туэн, Уитман, Лангфелло, Мелвилл Знаменитая, недооцененная Эмили Диккенсен, американская писательница Недавно вышел фильм Джима Джармуша, который называется Паттерсон Вот если вы полагаете, что такой вот традиционный быт и жизнь традиционная Это вот в основном про Европу Посмотрите этот фильм, хотя этот фильм про современность Но в общем понятно, что в конце 19 века Америка была такой страной, если угодно, высокой культуры И в том числе в вопросах поэзии и литературы Формальные составляющие, среднее количество лет, которое было потрачено в США на обучение Выросло примерно в два раза за этот период Доля городского населения составляла 14%, увеличилась до 42% Все это стало возможным благодаря действиям, ну не только этих пяти людей Их было гораздо больше, но пять из них, конечно, нужно выделить Это Корнелиус Вандербильд, который, по сути дела, первым построил трансконтинентальную железную дорогу Я пишу о нем в припринте, и очевидно он вдохновил Айн Рэнд на написание романа о железных дорогах Довольно был успешным предпринимателем В железных дорогах их было достаточно много в течение всего 19 века Это Эндрю Карнеги Все эти люди были, в общем-то, обычными людьми Небогатыми И создали себя, что называется, с нуля Джон Рокфеллер До сегодняшнего дня самый богатый человек в истории Вообще во всей истории письменной По крайней мере, если считать по капиталу измеряемому Который с бизнесом связан То есть египетских фараонов мы не можем оценивать Ну вот то, что мы знаем, это в нынешних цифрах, это будут цифры огромные Там 500 миллиардов долларов, просто какие-то фантастические цифры благосостояния Джи Пи Морган, который создал, по сути дела, американскую финансовую систему И Генри Форд, который создал автомобильную промышленность По сути дела, мы видим процесс созидательного разрушения Вначале создается какая-то технология Вот казалось бы, Вандербильд сделал все возможное, чтобы построить железные дороги и стать там монополистом Как только возникает некая ситуация предела, возникает потребность в инновациях Например, таким инноватором становится Эндрю Карнеги Который делает свою знаменитую сталь, очень дешевый И тем самым создает существенную конкуренцию для уже существующих игроков То же самое касается Рокфеллера и всех остальных Это самые известные люди и, конечно же, без них невозможно себе представить Америку Даже если вы возьмете современный Нью-Йорк Вандербильд Это автор Нью-Йоркского вокзала железнодорожного, который до сих пор стоит Эндрю Карнеги Это Карнеги Холл, где на открытии выступал Петр Ильич Чайковский Джон Рокфеллер Это Рокфеллер Центр И много-много другого Они занимались также активно благотворительностью Несколько тысяч библиотек было создано благодаря Карнеги Благодаря Рокфеллеру было много создано также благотворительных организаций Которые существуют и до сегодняшнего дня Про Форда даже и говорить не приходится Потому что это действительно человек, изменивший лицо всей американской экономики и общества Немножко про других, менее известных предпринимателей Чарльз Еркс Наверное, здесь присутствующих мало кто знает этого персонажа Он послужил прототипом финансиста в романе Теодора Драйзера Финансист Титан Истой Калпервуд, это, собственно говоря, калька с Еркса Джон Дир Братья Диры, в частности, Джон Дир создали ту отрасль экономики, которая имела огромное значение для США Сельско-фельхозтехника Веялки, сейлки, комбайны, трактора Наверное, кто-то из вас видел вот такие конструкции, которые передвигаются по городам и в начале 21 века А это все было создано в конце 19 века, во времена позолоченной эпохи Конечно, не могу обойти вниманием и даму, которая пьет Кока-Колу за 5 центов И, наверное, говорит нам, бери в от жизни все 1896 год, момент создания этого бренда Существующего по сей день Тоже часть, очевидно, американской экономики, имеющая большое значение Адольфус Буш, создатель первого бренда национального пива Сейчас это огромное количество марок Находящихся под вот этим зонтиком основателя Ну, собственно говоря, предприниматели, которые сделали жизнь богаче Это были и те, кто строили дома, и те, кто строили железные дороги Это и пиво, это и Кока-Кола, и все остальное То есть, иначе говоря, они не могли бы быть богатыми, если бы они не продавали этот продукт обычным рабочим Так что они от этого также выигрывали Немножко про производство, опять же С 1870 по 1900 год производство чугуна увеличилось в 8 раз Добыча угля в 10 раз Выплавка стали в 150 раз Это как раз подтверждает, что не только происходило увеличение структуры капитала То есть, накопление капитала происходило Но увеличение потребления, уровня благосостояния В перепринте вы можете найти таблицу, где как раз наиболее существенные показатели отражены Как цены, которые снижались в этот период времени Кенсианцы очень боятся периода дефляции Поэтому некоторые исследователи этого периода времени, конца 19 века Считают, что там была перманентная революция Ой, перманентная депрессия Потому что цены падали Для них это ключевой параметр экономического развития В частности, Хоутри писал о том, что это был период застоя Потому что цены не росли, они снижались Для него это было очевидно Численность населения выросла почти в 2 раза Огромное количество добычи нефти выросло и так далее И то, что было создано тогда, по сути дела, существует и сейчас Да, уже давно Детройт не является индустриальным центром Кстати, по причинам, прежде всего, государственного регулирования Которое там очень было развито Но вот я совсем недавно был в Соединенных Штатах И, в частности, был в Кремниевой долине Которую неправильно называют Силиконовой долине Кремния там уже давно нету Это закончилось в 90-е годы А инновации продолжаются Удивительная история То, что Шумпетер называл созидательным разрушением Это, по сути дела, история американского капитализма Возникает новая технология Она исчерпывает себя И одновременно создает условия для новых То есть, получается, постоянные волны Которые лежат в основе экономического прогресса Даже если мы возьмем крупнейших работодателей Кремниевой долины в 82-м году, например, а в 2002-м году Некоторые компании, которые входили в десятку Вот марксисты часто говорят о том, что происходит концентрация Централизации капитала Но они, например, не обращают внимания на тот факт Что крупнейшие игроки и самые богатые корпорации Они меняют свое место Например, компании, которые входили в десятку Сейчас вообще не существуют Вот они выделены розовым цветом В 2002-м году появились компании, которых вообще не было в 82-м году То есть, иначе говоря, эта десятка меняется Места меняются Если в 2002-м году это была Хьюлит Паккер То сейчас это Apple и другие компании Получается, что технический прогресс действительно поражает воображение И здесь мы на секундочку сделаем паузу И я задам вопрос Как вы думаете, кто этот человек и чем он занимается? Если вы думаете, что это оперный певец Вот он, видите, в браке А? Проповедник Проповедник Вы думаете, это проповедник? Это не проповедник и это не оперный певец Это кандидат в президенты Соединенных Штатов 1896 года Уильям Дженнинс Брайн В которых в своих речах Его не зря называют популистом Его речи примерно так звучали Рокфеллер Морган Я приду за вами Я заставлю вас работать в интересах простого человека Вы будете платить нам столько, сколько мы захотим И так далее Я накажу вас И все в этом роде Он был такой очень ярый популист Несколько раз участвовал в выборах Все время проигрывал В 1896 году В 1900 В 1908 году Но, по сути дела, этот персонаж очень важен Для американской политической истории И экономической истории Потому что именно на этот период времени Приходит переход партийной системы Которая примерно выглядела следующим образом Демократическая партия Которая в основном поддерживалась Я об этом пишу в припринте Католиками Так или иначе считала Что государство не имеет права вмешиваться В индивидуальный выбор людей И была близка к тому Что сейчас называются либертарианские принципы Что касается республиканцев То их взгляд был противоположен В частности, те, кто голосовали за республиканскую партию Были противниками того Чтобы в воскресные дни Люди могли пойти, скажем, пить пиво И вообще торговать Как известно, в Пуритании Относились к этим вещам очень строго Употребление алкоголя И все, что с этим связано Католики Относились к этому иначе В воскресной традиции После проповеди Пойти пить пиво И, соответственно, покупать это пиво Была нормальной традицией И вот, в принципе, полемика Конца XIX века Она отражала Такие вот стихийные Реакции Стихийную реакцию простых людей На то, чего они хотят Хотят ли они, чтобы Государство занималось Со справлением грехов В принципе, к тому времени Протестанты примерно так и стали смотреть Они заменили церковь государством И довольно большое количество пасторов В общем-то, было рассадником Для этатизма И для социализма Того периода времени Вильям Джейнинс Брайен Несомненно Изменил картину выборов 1896 года По сути дела Демократическая партия Изменила свое лицо Вот его знаменитая речь О золотом кресте На котором хотят Распять Америку Он был сторонником Более инфляционистской политики Противником золотого стандарта Борцом с ним То есть он был таким Очень ярым популистом Для своего времени Вот так вот выглядит Карикатура На его действия Когда Вот эта популистская Крылодемократическая партия По сути дела Уничтожила Традиционную ветвь Которая была За Золотой стандарт Которая была За Свободу Торговли И за все Связанные с этим Вечи По сути дела С этих выборов Начинается переход К конкуренции Двух Центрических партий Обе конкурируют За те или иные виды Этатизма В принципе и сейчас Когда мы говорим О республиканцах Мы говорим о том Что они за этатизм Но в пользу Большого бизнеса В основном А демократы За государственное регулирование Но основанное На каких-то Более широких массах Но и то и другое Фактически определенной формы Этатизма Про Рузвельта Теодор Рузвельта И Тафта Я чуть позже скажу Но вот это Карикатура Показывает То каким образом Существу Функционировала Система Начиная с 1900 года Когда в результате Убийства Макинли Президентом стал Теодор Рузвельт У меня Совсем недавно Было полевое Исследование Я уже говорил О том, что был В Соединенных Штатах Америки И вот доцент Усанов Решил поделиться Определенными впечатлениями Как вот Профессор Травин Поделился Своими впечатлениями О ренессансной Живописи Как она может Отражать модернизацию Мне показалось Что посетив Портретную галерею В США Если кто-то Будете в США Обязательно посетите Эту портретную галерею Она просто Фантастическая По интересу По полноте И национальную Галерею искусств Которая была создана Меланом Противником Фронтлина Рузвельта Рузвельт его Как известно Травил И тот в 1937 году Скончался Не дожив До решения суда Я хочу просто Показать на Бездуховную Американскую культуру Прогрессивные эры В начале Вот Женский портрет Один из Характерных портретов Позолоченного века Который тогда Создавался Я просто покажу Некоторые Картины В фамилии Художников Не буду упоминать В данном контексте То есть В общем-то Классический стиль То что мы наблюдали И в Европе И скажем Если посетить Русский музей Многие параллели Между скажем Развитием России В 19 веке И Америки Прослеживаются Вот Есть такой Замечательный фильм 12 лет рабства Может быть Вы смотрели И некоторые критики Проводили параллели Между тем Что описано В этом фильме И тем Как все это Выглядело В России Примерно в тот же Период времени Но только Куда пошла Америка Куда пошли Мы Но в принципе Что-то у нас Конечно родило Вот замечательный Женский портрет Не знаю как вам Мне очень нравится Вот еще один Женский портрет Девушка С цветком Мужской портрет Вот замечательный Женский портрет Черное платье Ну не знаю Хорошо ли передает Презентацию Возможно не очень хорошо Но это Те картины Пейзаж Того периода времени Другой Пейзаж Вот на фоне Красного Кресла Также замечательная Замечательная Картина Мне очень нравится Девушка С матерью Читают книжку В общем такая Патриархальная Я бы сказал Среда Где Нельзя сказать Что искусство Является Бездуховным Вот практически Три сестры Тот же самый Период времени Что пишет Чехов В Америке Создается произведение И барышни Очень и очень похожи Если вы возьмете Стихи тоже очень похожи Нельзя сказать Что они бездуховные Американцы Это такая Материалистическая нация Они только думают О стали И нефти На самом деле Очень много Просветительских проектов Развивается искусство Разного рода Вот Замечательный цветок Тот же периода времени Вот Немножко Эротики Того же Периода времени По-моему Все достаточно Симпатично Это искусство Эпохи Свободного рынка А теперь Давайте посмотрим На произведение искусства Уже одухотворенного Государством Которое влило силы И не только силы Но и деньги В поддержание Этих самых Авторов Вот произведение 30-х годов Нового курса Когда за деньги Художники рисовали Простой народ Вы видите Духовный взгляд Устремленный в бесконечность Можно увидеть Огромный смысл Другое дело Классическая эпоха Здесь совсем все по-другому Также картина 30-х годов Наверное Вы бы могли подумать Что это Советский Союз На самом деле нет Это одна из картин Нарисованная В рамках нового курса Общественные работы Изображенные В 30-е годы Вот люди идут Убирать снег Рабочий Трудовой подвиг Строительство Но если не социализма То нового общества Аполлон Времен Нового курса Также созданный За государственный Счет Но это вообще Как вы видите Высокодуховное Произведение Искусства Оно совершенно не идет Никакое сравнение С тем что мы видели В 19-м веке За государственный счет Оно рисуется Как бы Совершенно на другом уровне И творчество Оно просто Не знает границ Поэтому да Мы видим Произведение искусства Той эпохи Я не знаю Напоминает ли это Что-то в советские годы Мне кажется Что очень напоминает А эта композиция Как мне кажется Очень бы подошла К какой-нибудь Фашистской Италии Которая демонстрирует Как тогда было признано Красоту Тело человеческого Силу Способность Побеждать Если угодно Уничтожать Противника Я думаю Что это Одобрили бы Еббельс И другие Авторы Им бы это вполне Понравилось Давайте сравним Это с искусством Эпохи Велфер-стейт То есть С искусством Уже 60-70-х годов Оно еще становится Более духовным Вот одно из Произведений Описывающее Быть простого Американского Человека Убирающего Видимо Ванну Это 60-е годы Прошлого века Также мы видим Картину Простого человека Той же Эпохи Но если вы думаете Что это какой-то Советский Пропагандистский Фильм Нет Это один из Американских фильмов Которые тоже Снимались Примерно В том же Ключе В том же направлении То есть В общем-то Мне кажется Что с помощью Искусства Мы также можем Увидеть Вот этот Сдвиг Который Стал происходить В Америке От Свободного Предпринимательства К этатизму Который Видно Даже визуально На Картинах Я в прошлый раз В своем докладе Про Рузвельта Говорил О том Как его изображали Карикатуристы Его известные Программы Вот Например Такая Карикатура Эпохи Фрэнклина Делану Рузвельта Который Вливает Миллионы Миллиарды Долларов Налогоплательщики Несут ему Ведра Он Спускает Эти деньги И утечки В конечном итоге Растекаются По экономике И налогоплательщики Снова несет То есть Такая Бессмысленная Работа Та же самая Карикатура Но только Эпохи Вудра Вильсона То есть Примерно На 20 лет Раньше То есть В общем-то На популизм На милитаризм На эдотизм На потестарное Оно на самом деле Имеет свою Историю Давайте поговорим Про то Что происходило С монополиями С кризисами С безработицей В ту самую Золотую эпоху Американского капитализма Считается Что монополии Процветали На самом деле Монополии Стали процветать Тогда Когда государство Стало активно этим заниматься Если мы возьмем Период времени С 65 года По 1899 года То Крупнейшие игроки Долю своих Стали терять постепенно Это касается И Рокфеллера Это касается И Карнеги И других Производителей Вот несколько примеров Которые есть Также в припринте Американ Sugar Refining Company Это достаточно Крупный Крупный трест Один из первых Которым мы стали Предъявлять Антимонопольное Законодательство Но он был оправдан И несмотря на то Что его государство Не регулировало То есть Был признан Невиновным В всех этих вещах Доля снизилась С 95% До 25% Розничная цена Сахара Также Снижалась Доля Standard Oil С 88% Упала До 64% Объем производства Но надо сказать Что монополистов Часто обвиняют В чем В Завышении цен И в занижении Объемов производства Но мы как раз Видим обратное Что Standard Oil За счет эффективного Производства Увеличивал Производство Нефтепродуктов И при этом Снижались Цены То есть На самом деле Монополии Скорее стали возникать В период Прогрессивной эпохи И даже Теодор Рузвельт По сути дела Признал Что государство Оказалось Неспособным Бороться с монополиями Тогда уж Раз оно не может С ними бороться Надо их просто Взять в свои руки Просто сделать государство А так бороться Не получается Давайте посмотрим На еще Один миф О том что Периодически Кризисы Разрушали Американскую Экономику И эти кризисы Были очень глубокими В частности Кризис 1873 Года И кризис 1896 Года Самые известные Кризисы Я пользуюсь данными Которые есть В книге В фундаментальной Книге Милтона Фридмана И Анны Шварц Монетарная История Соединенных Штатов С 1867 Года По 1960 И там Как раз Есть замечательные Статистические данные Которые показывают Что происходило Например С реальным доходом Вот период 70-х годов Который называют Глубоким Экономическим Кризисом Действительно Деловая активность Вот серая Это период Спада деловой активности Снижалась Но при этом Реальные доходы Мы не видим Чтобы снижались В эти 70-е годы Наоборот В этот период времени Были очень высокими Темпы роста Реальных доходов То есть Какого-то кризиса Глобального В экономике не было Да, были финансовые Была финансовая паника Разорилось несколько компаний Но рыночная экономика Она так и работает Что неэффективный Производитель Должен уходить Неспособный работать Разоряется И если проигрывает Один От этого То есть Собственник В целом Экономика развивается Быстрее Если мы Принимаем Такой институт Как банкротство То есть 70-е годы Это не период Глубоких кризисов Что касается Кризиса Конца 19-го века 1893 год Действительно Кризис был И действительно Реальные доходы Сократились Но уже К 1896 году Уровень вернулся Видите Что период В течение которого Наблюдался кризис Он достаточно Небольшой Несколько лет И это тоже Беспрецедентное явление Почему он был Таким длинным Это связано Как раз С политическими Событиями В частности Я уже говорил О выборах 1896 года Но и предшествовала Активная Политическая программа Уильяма Джеймиса Брайна То есть по сути Дело Недоверие к доллару Который он породил Усугубило Этот кризис Но он опять же Не был таким глубоким Как его рисуют В принципе Вот этот взгляд Левых интеллектуалов На 19-е век На период Перманентных кризисов Которые никак не регулируются Государством Просто не верят Свобода рыбы Быстрее разрешала Эти кризисы Которые конечно Происходили Но происходили они Прежде всего Под влиянием Увеличения Денежной массы Кризис 1907 года Который привел К созданию Федеральной резервной системы Центрального банка США Также не был Глубоким В смысле Серьезного падения Реального дохода Это кризис Начала 20-х годов О котором я говорил В прошлом Своем Препринце 1921 года И сравните это С Великой депрессией 1929 года Которая продлилась Не меньше 10 лет А по сути дела Была завершена Только в 1945 году По сути дела Те кризисы Которые стали Происходить В 20-м веке Это касается Прежде всего Великой депрессии Стокфляции 70-х годов Были абсолютно Нехарактерны Для 19-го века То есть Глубина кризиса Была небольшая А в некоторых случаях Его просто Не было Давайте возьмем Безработицу Считается Что она была Огромной И все увеличивающейся Это данные Из работы Вернона Смита Лауреата Нобелевской премии По экономике Где он показывает Как менялась Безработица С 1869 года По 1899 годах Действительно Были периоды Вот 70-е годы Когда она скакнула И 90-е годы Она скакнула Вроде бы значительно По сравнению С трендом Где-то в 4,5-5 процентов Но обратите внимание На уровне Эта безработица Тогда в пике Доходила до 8 процентов В пике До 8 процентов Сейчас Безработица В 8 процентов В огромном количестве Европейских стран И даже стран Которые считаются Развивающимися Я имею в виду Не развивающимися В смысле уровня А вот что они растут И в них все В принципе Не так уж И плохо Давайте сравним Безработица В США В этот период времени В 19 веке С 20-ми и 30-ми годами Например В кризис 21-го года Который был Достаточно Значительной Безработица Достигала Больше 10 процентов Такой она не была Никогда В 19 веке И что касается Великой депрессии Она доходила До 25 процентов Такого также Не было В экономической Истории США В 19 веке Получается Что Несмотря на Увеличение Видите Некий общий тренд На рост безработицы Все-таки Прослеживается Очевидно Здесь влияние Профсоюзов Все-таки Имеет место И конечно же Все эти перемены Которые произошли В США И вышли наружу Уже во времена Нового курса Рузвельта Они были бы Невозможны Без идеологического Сдвинга Который Стал происходить В последние Третьи 19 века То есть Когда развивалась Экономика Одновременно Часть интеллектуалов Искали себя И вместо того Чтобы заниматься Теологией В частности Джон Бейс Кларк У своего наставника Спрашивал Он хотел заниматься Теологией Чем бы ему Следовало Заняться И где Ему Наставник Будущее откроет Глаза тебе Откроет И Джон Бейс Кларк Был одним из тех Кто как раз Поехал в Германию Для того Чтобы получить там Новое знание Новую религию Новый взгляд на мир Об австрийской школе Они ничего не знали Хотя Джон Бейс Кларк Был родоначальником Маржинализма Но он Сам открыл Независимо От Лозаннской школы Кембриджской Австрийской школы Несомненно Что в тот период Времени По сути дела Не было альтернатив Этатизму И социализму Мне кажется Джордж Орел Хорошо об этом сказал Отличие данной эпохи От тех Которые Непосредственно Предшествовали Состоит в отсутствии Либеральной интеллигенции Поклонение жестокой власти Под самыми разными обличьями Стало универсальной религией Это на западе Вовсе не в потестарной стране Как вот Андрей Павлович любит Говорить Что это характерно Только для России Но и для западных стран В предпринте Подробно разбираются Пять философ Пять идеологических направлений Которые были господствующими США в начале 20 века Философский анархизм Американский маржинализм Историческая школа Движения джорджистов За единый налог Институционализм В принципе можно сказать Что хотя У них были разные взгляды На природу того Каким обществом должно быть Все они Сходились на том Что капитализм Разрушительно влияет на культуру Что ему нужно Противопоставить Более Организованную систему Планирования Централизованного Регулирования Даже самые либеральные экономисты Такие как Джон Бейс Кларк Фактически полагали Что Скоро закончится фронтир Потому что фронтир был Важным этапом В американской истории Считалось, что Америка Уникальная страна Там нету таких Антагонизмов Как в Европе Может всегда уйти от работодателя Поехать и создать Своё хозяйство И не быть эксплуатируемым Поэтому конфликты Как бы Сами регулируются Но они пришли Представители Американского прогрессизма К мысли Что это скоро закончится Действительно В 1890 году Это закончилось Они стали мыслить Институтом Который будет фронтиром Государства и профсоюза По сути дела Определённую форму Социализма Даже философские Анархисты Которые были Против таможенных пошлин Против государственного Регулирования И многое Что говорили Здравого И либертарианского В этом вопросе Если говорить О их взгляде На то, что нужно Вместо этого Предложить Они фактически Говорили о некой форме Государства Определённой форме Вознаграждения В соответствии С трудовой теории Ценности Они правда Не любили Маркса По его Происхождению Но тем не менее Вот Прудон Например Им очень нравился И в принципе Это была такая Идея Взятая также Из Европы Особенно сильное влияние Конечно же Оказал Ричард Элай И Эдвин Целлигмен Основоположники Американской Экономической Ассоциации У них совершенно Замечательные Есть цитаты О будущей науке Позитивной Экономики Которая заменит Стихи рынка Мы будем предсказывать Будущее Мы будем руководить Экономикой Сильные лидеры Возьмут на себя Эту роль По сути дела Осталось дождаться Этого сильного Лидера В 1893 году Начался кризис Политики на это Отреагировали Определенным образом И конечно Им нужно брать Откуда-то идеи Как реагировать На то или иное Вот в одном из Препринтов Дмитрий Травин Рассматривает Идеологические Споры И направления Которые были В конце 80-х годов Советской России Что делать Да и по сути дела Это во многом Предопределило Дальнейшие События Мне кажется Что в известном отношении Это подходит для Америки 19 века Я это представляю себе так Политики Это люди Конечно же Стремящиеся К собственной выгоде То есть К сохранению Примножению власти Любые Либо они не политики И в этом смысле У них нет времени Заниматься долгими Философскими рассуждениями Создавать идеологические Создавать идеологические конструкции Или даже Иметь четкий взгляд На то Какие средства Применять Они должны Их брать У экспертов Они спрашивают Что вы предлагаете Что вы предлагаете И как-то На своем Если угодно Уровне Пигмея Извините за выражение Выбрать Что им кажется Более правильным То есть Они некомпетентны В этом Но тем не менее Должны как-то выбирать И в этом смысле Они выбирают То из чего Предлагают Кто более убедителем Вот даже если посмотреть На взаимодействие Между Ельцином И Гайдаром Который описывал В частности Дмитрий Драгин По сути дела У нас нет понимания Почему Ельцин Вдруг полюбил Гайдара И стал слушать Именно его А не других Может быть Он был убежден В его правоте А может быть Это получилось По личным обстоятельствам Вот есть Воспоминания О том Что ему показалось Убедительным Этот человек И в этом смысле Политик запускает Руку В этот самый Политический цилиндр И выбирает Случайным образом То что Вот надо сейчас Делать что-то И он выбирает Читает Если ему не кажется Это полным абсурдом Он начинает это реализовывать Если он видит Что все рушится Он начинает Хвататься за какие-то Другие вещи Так получилось Что к началу 20 века Выбирать было не из чего То есть все программы Были так или иначе Этатистскими И социалистическими Это было не только в Америке Это было и в Европе Но в Америке Это было новьем То есть этого не было до этого В частности Это можно проследить По высказываниям Теодора Рузвельта И Вудра Вильсона Абсолютно немыслимые цитаты До этого Вот например Рузвельт Теодор Рузвельт Каждый человек Владеет своим имуществом Андрей Павлович Скажите Это совместимо С принципом Самопреднадежности Но при этом Общество имеет право Регулировать Использование Данного имущества В любой степени Как того может потребовать Общественное благосостояние Немецкие лидеры 30-х годов Могли сказать то же самое Советские лидеры 30-х годов Могли сказать то же самое Ну первое за исключением первого Ну это скажем прямо Это скорее дань Прошлому Историческому прошлому Но в принципе Общество имеет право Регулировать А как будет это общество Он уже не является Одинным субъектом Значит вожди Вильсон Вот это совсем замечательно Предвосхищает 20-й век Президент волен Как по закону Так и по совести Стать настолько Значительной фигурой Насколько это будет В его силах Ограничен он будет Лишь своими способностями Чем это отличается От итальянского фашизма Или национал-социализма По сути дела Гитлер мог то же самое сказать Мы должны требовать Чтобы отдельные личности Были готовы Отказаться от ощущения Собственного успеха И согласовывать свои действия С деятельностью большинства В принципе Копипастом Гитлер мог много чего Вбрать из книги Государства Которую написал П.H.D. По истории Вудро Вильсон Или вот еще Взгляд на массы Тоже очень похожее Высказывание Есть у национал-социалистов Умелого лидера Мало интересуют Тонкости характера Других людей Для него важны В крайней степени Конкретные возможности Их применения В то время Как он является Источником власти Другие только Предоставляют материал Для реализации этой власти Чистый потестарный взгляд Рассмотрение других людей Как объектов А не как субъектов Власть предписывает Материал поддается Как это звучит? Ну просто Несовместимо С принципами Отцов-основателей Люди подобны Глине В руках Опытного лидера Говорил Вудро Вильсон Но надо сказать Что он был Не только теоретиком Он учился Вот этих самых людей О которых я говорил Ричард Илай Джон Бейтс Кларк Теодор Рузвельт Испытывал влияние Прогрессистов А вот какие действия Он предпринимал Например Закон о подстрекательстве Запретил Распространение В устной Печатлой И рукописной формы Любых нелояльных Освертняющих Непристойных Или оскорбительных Заявлений о правительстве Соединенных Штатов Были запрещены 75 периодических Изданий В соответствии Закон о шпионаже 1917 года Любая критика Правительства Даже в собственном доме Могла повлечь Тюремное заключение Это вот Не советская Россия Один человек Был привлечен К суду За то что он В собственном доме Рассуждал о том Почему он не желает Покупать Облигации Займа свободы Облигации Займа свободы Это облигации Распространявшиеся В период Первой мировой войны Министерство юстиции Создало Полуофициальную организацию Американская защитная лига Вот это даже может Какая-то параллель У вас была И возникла С современными Процессами Члены этой организации Получали значки И задания Следить за своими Соседями Коллегами И друзьями Либеральная Америка Пять минут у меня есть Еще про Вильсона Опять же Его слова Можно сопоставлять Нынешними политическими Высказываниями Мне стыдно В этом признаваться Однако Среди граждан Соединенных Штатов Рожденных под другими Флагами Есть такие Которые впрыскивают Ядь неверности В артерии нашей Национальной жизни Которые стремятся Подорвать авторитет И доброе имя Нашего правительства Уничтожить Нашу промышленность Везде Где подобные атаки Будут в наибольшей степени Отвечать их Мстительным целям И навредить Нашей политике В интересах Иноземных интриганов Это В самом деле Если мы посмотрим На современные Высказывания Мы поймем Что они никакого Не навьем Россия повторяет Американскую историю Только с опозданием На 100 лет Это не навьет Во время войны 175 тысяч Американцев Были арестованы За нежелание Продемонстрировать Патриотизм В итоге За несколько лет Правления Вильсона Было заключено В фельму Больше диссидентов Чем за 20-е годы При Муссолини Вильсон Создал лучшее И более эффективное Министерство пропаганды Чем то Которое было у Муссолини Джоанн Голберт Показывает Каким образом Эта система Работала Как во время войны Вильсон Реализовывал свои принципы Тут только факты перечислю В конце войны Была создана Армия гигантская В 4,8 миллиона человек Государство Взяло в свои руки Океанские Железнодорожные перевозки Телефонную Телеграфную связь Распоряжалась Сотнями заводов Само было Крупным предпринимателем Строила корабли Производственные здания Торговала зерном Сужала Прямо и косвенно Огромные суммы Разным предприятиям И регулировала Частную миссию Ценных бумаг Оно официально Установило Приоритетный порядок Использования Транспортных мощностей Продуктов питания Топлива Многих видов сырья Оно улаживало Сотни трудовых конфликтов И призвало Миллионы мужчин На службу Вооруженных сил Вот я делал Так-то доклад Про экономику Третьего рейха Очень много Общего Это касалось Регулирования Не только производства Казалось бы Ну производство Война же все-таки Но и потребление Посетители ресторанов Бдительно следили За соблюдением В них 12 правил Которые установлены Управлением По контролю За продовольствием Розничные торговцы Были вынуждены Вынуждены были От каждого покупателя Пшена требовать Покупки равных количеств Другой крупы Время от времени Людям запрещали Резать кур Есть мясо И съедать более Двух фунтов мяса В неделю То есть по сути дела Регулирование Коснулось уже не только Производства Но и потребления И в известном отношении Те процессы Которые происходили В Америке В начале 20 века Я имею ввиду Эпоху прогрессизма А не позолоченный век Говорят о том Что в этот период времени Создавалось в Америке Что-то вроде Соединенных Как это сказать Социалистические штаты Америки Своеобразный Такой вид Этатизма Но благо Что после Первой мировой войны Произошел откат В эпоху Возвращения к нормальности А в 45 году Доля государственных расходов Сократилось еще больше То есть действительно Были проведены Реформы По сокращению Масштаба государства И сейчас Это звучит дикостью В Америке Вот все эти высказывания Но тем не менее Это историческая правда Время подходит к концу От меня ждут выводы Итак Вот они Все очень просто И я пытался показать Что эти две эпохи Они вполне логично Описывают фундаментальные Принципы экономической теории С 1865 года По 1899 И чуть позже Это все происходило Не сразу В альтатизации экономики Мы видим практически Экономику ЛСФР Нет центрального банка Нет прогрессивного налогообложения Нет НДС Нет налога на прибыль Единственная существенная Протекционистская мера Единственная существенная Экономическая мера Это протекционизм В некоторых сверхдоходящих До 70% Это действительно От Гаммитона идет Он все это очень дело любил Но я показываю В припринте Что по сути дела Это не было источником развития Потому что Пошлины были все время высокими Весь 19 век А прогресс пошел Такой Только После 1865 1870 Годов Поэтому Результаты свободного рынка Мы видим в виде Манхэттена Который развился К 1913 году А результаты государственного регулирования Мы видим в виде безработицы Ну и этот субъект Это может быть вы узнаете Его Я был недавно В Вашингтоне Посетил Специальный мемориан Рузвельта Я стою В очереди Безработных Надеюсь Это только такая Акция Так сказать Искусство И она не привлечет за собой Какие-то реальные процессы Хотя кто знает Процесс Атентизации экономики Действительно Пугает Тем не менее Результаты государственного регулирования Это великая депрессия Результаты свободного рынка Это колоссальный прогресс Прогресс в экономике И в культурной сфере Я начал свой доклад С того Что показал вам Знаменитый Флет Айрон Который находится на Манхэттене Вот он впечатляет Своим масштабом Но если мы сравним его С тем Что произошло уже после этого Мы увидим Что по сути дела Это было зарождение Петализма А все что в дальнейшем Развивалось Было так или иначе Следствием Этого процесса В прошлый раз Это было в 2011 году Может быть не очень хорошо видно Это ваш покорный слуга Я вот почему-то делаю Вот так Вот так вот Держу руки А здесь Может быть кто-то выключит свет И вам станет лучше видно Кто-нибудь выключит свет На секундочку Далеко не отходите Вот видите Я немножко так сказать Постройнее Семь лет назад И вот так держу руки Может быть я предвосхищаю Размер Будущего Своего телосложения И тем самым Пытаюсь его ограничить Я не знал Что я тогда Пытаюсь Показать Но мне кажется Сейчас я понимаю Что я хотел показать По сути дела Необходимо Чтобы государственное регулирование Находилось в жестких рамках Иначе Если оно выходит за эти рамки Она становится Левиафаном А если держать его В этих жестких рамках Мы получим не только Флэп Айрон Но мы получим И экономический прогресс А также прогресс В области культуры Спасибо Спасибо Так Ну теперь мы переходим К вопросам И Со свойственным Не Не демократизмом Я Приву Традицию Которая От Германа Идет И первый вопрос Это поставлю сам Но Не потому что Хочу узурпировать Мне кажется Это некий Фундаментальный вопрос Который надо Докладу ставить Да А потом уже Перейдем Более часто Ну вот Когда Я писал Разные работы По Европейской Модернизации Я исходил Из того Что Были какие-то Институциональные Преобразования Которые Осуществляли Перемены В европейской Страни Затем Начиналось Более Быстрое Медленное Экономическое Развитие В прошлый раз Мы На эту же тему Мучили бедного Дмитрия Александровича Ланку Какие институты Менялись В Финляндии А он Обдавал Что Все дело В образовании И так далее Вот До Гражданской Войны Соединенные Штаты Были Как я понимаю Тоже достаточно Свободные Страны Там не было Всяких Рузвельтов Вильсенов А даже На Джексон Ты ссывался Как на уши Хорошего Человека В большей степени Чем Линк Да Не в абсолютном Да Вот Почему Такого Расцвета В Соединенных Штатах Не было Хотя бы С момента Войны 1812 Года Когда они С англичанами Худо-бедно Разобрались Вроде бы До Позамоченного Века У них было Примерно 50 лет На нормальное Развитие Вот Были ли Какие-то Серьезные Институциональные Преобразования В ходе Вот этого Периода Которое Обусловили Позолоченный Век Или Как-то Ты все время Делаешь Что влияет Гражданская Война Но Почему Гражданская Война Должна Была Сильно Повлиять Я не Понял Кроме Одного Момента Сильно Расширился Рынок И Территориально И В рабочую Силу Свободную Рабочую Силу Влилось Большое Количество Чернокожих Которых Свободил Это Да Вот Понятно Вот Но Вот Больше Никих Институциональных Изменений Я не вижу И для меня По-прежнему Загадка Почему Соединенные Штаты Так вот Ярко Как ты Рассказал Стартуют Именно С Семидесятых Градов Ну Я опять же Не вижу Здесь Какого-то Принципиально Уникального Периода Я уже В самом начале Отметил Что для меня Некоторый Циклизм Наблюдается И в тот Период Времени Которые я исследую До этого Как бы Твой вопрос Он посвящен Тому припринту Который будет Следующим Да То есть Который будет Посвящен Исследованию До Гражданской войны Я планирую Что следующий Припринт Будет посвящен Период от Американской Революции До гражданской Войны Вот Поэтому Мне бы не хотелось Сейчас Углубляться В те Аспекты Которые Очевидно Должны Содержаться В следующем Припринте У тебя была там Картинка В самом начале График Показывающий Динамику Накопления Капитала Да Вот Там Я сейчас Покажу Да Там Собственно Перелод Был совсем Маленький Такое впечатление Что с Десятого Года Ну я думаю Фактически После 12 Потому что Там война была С десятого Года В общем Штаты Рванули вверх И Что позолоченный Вверх Что Вверх Который Был перед ним В общем Конечно Одно и то же В каком-то смысле Да Если говорить О сравнении С Европой Я не зря Показывал Вот эти картинки С Манхэттеном То есть Вот эта Страна Находящаяся В преддверии Промышленной революции Своей 1870-х годов Очевидно Что это Можно перепутать С какой-нибудь Европейской страной И в этом смысле Америка До этого Периода Времени Скорее Была Страной Идущей За Великобританией В своих институтах И да Она догоняла Эту страну Но она вышла На более Высокий уровень Если бы она Разливалась Теми темпами Которые были до этого Не факт Что она бы Оказалась Настолько Конкурентоспособной Я согласен С тем Что весь 19-й век Если его сравнивать С 20-м веком Был Эпохой Очень Небольшого Государства По крайней мере При заключении Периодов Войн И гражданская война Здесь конечно Имела большое значение Как вот Есть знаменитая фраза О том Что здоровье Государства Это всегда Война Потому что В условиях войны Есть возможность Для инфляции По-моему Это совершенно Очевидная вещь Вот ты говоришь Непонятно Влияние Гражданской войны На этатизм Государственный долг Который вырос В тысячи раз Инфляция Которая была создана Государством И которая Также повлияла На все это Я как раз сказал Что ты отметил Что сразу После гражданской войны Тут-то и началось Нормальное развитие После гражданской войны Началось нормальное развитие Потому что Закончились Вот все эти проблемы Они были Купированы Во-первых Был возврат К золотому стандарту Хотя не сразу Он произошел Но в принципе Война За золотой стандарт Я имею ввиду Борьба За возврат к нему Привела К успеху То есть он был Возвращен И в этом смысле Весь период До возвращения Это также Некий период Стабилизации Если угодно Макроэкономической Как вот С реформами Шахта Он же тоже Не сразу Стабилизировал Денежное обращение Нужно было Ввести некий якорь А потом он Всю эту систему Стабилизировал Поэтому да Были попытки Сохранить Гринбеки Но они провалились И в целом Америка приняла Вот такие принципы Которые сделали Ее очень богатой В этот период времени Стабильные деньги Низкое налогообложение По сути дела Близкое к нулю По современным Меркам И свободы Предпринимательства Уважения И частной собственности До войны это все было Но было не Настолько развито Как это было После войны То есть это разные периоды С точки зрения Догоняющего развития И первого места Ну хорошо В общем это тема Для возможности Возможно это тема Для следующего доклада Но мне кажется Что ключевые перемены Они все таки Вот которые я рассматриваю В этот период времени Это именно Изменения Несколько Институтов Хотя институты Тоже менялись Сколько изменений Именно идеологической платформы Которая происходила В этот период времени Вот я Пользуясь случаем Хотел как раз Напомнить Мы в прошлый раз Обсуждали Влияние мигрантов А это все таки Такой Институциональный фактор На Вот эту склонность К этатизму Американцев В начале 20 века Вот мы с Владимиром Переписывались Перед припринтом И он Считает Выразил мнение Что мой доклад Как бы доказывает Эту точку зрения Что мигранты Из Германии Рассматривали модель Бисмарка Как идеальную И как бы ее Привозили Более того Он упоминает О Гершенкроне Вот этой модели Которая звучит Как Преимущество отсталости И он полагает Что вот американцы Вместо того Чтобы воспользоваться Своим преимуществом Отсталости Решили брать Пример с Германией Тут у меня Такие соображения Если говорить О преимуществах Отсталости То в исследуемый период Америка развивалась Быстрее Была богаче немцев В этом смысле Она не могла Вписываться Вот в эту Доктрину Что она Как-то отказалась От преимущества Отсталости Она уже была Развита страной Что касается Самих мигрантов То то Что я В течение Этого периода Времени Узнал О людях Которые приезжали В США В тот период времени В принципе Говорит о том Что эти люди приезжали Вовсе не для того Чтобы создавать В США Бисмарковское государство Они бежали Из Европы Для того Чтобы здесь Делать деньги То есть это были люди Либо которые Были довольно Абициозными То есть хотели Сделать свой бизнес Либо они просто Не имели Достаточных средств Пуществования В этой Этатизированной Европейской экономике И они вовсе Не хотели Государствования И экономики То есть в общем-то Их взгляды Были довольно Либеральными В этом отношении Или вообще Это мало интересовало Политикам Они скорее Не доверяют Вот американские Политики Например Они до сих пор Жалуются Вот я был В Кремниевой долине И один из Бизнесменов Говорит Ну вот Какая же у нас Ужасная нация Говорит он У нас все Ненавидят государство Все не любят Платить налоги Вот все Из-за этого Они выбрали Трампа Потому что Надеюсь Он всех сожжет И уничтожит Понимаете Вот так они Не любят Бюрократию Что готовы Все Уничтожить То есть он Жалуется на то Что американцы Не любят Не доверяют государству Мне это представляет Что именно этот институт И сделал эту Нацию великой И успешной А те кто Рассматривали Германию В качестве идеала Это вовсе Не иммигранты Это были Интеллектуалы Которые уже Укоренились В Америке То есть это было Несколько поколений И они искали Возможность Для карьерного роста Как правило Они ехали в Германию Я вот все Пытался понять Почему именно в Германию Почему не в Англию Как мне кажется Здесь есть такое Психологическое Свойство Как бы Как бы Дополняемость Американцы полагали Что раз они Развитые В экономическом отношении Нация Они должны Сформулировать Некую Национальную идею Если они Поедут к англичанам Они скорее всего Получат примерно Те же самые Утилитаристские И прагматичные взгляды Ничего мистического Ничего Принципиально такого Что у них Уже не было Культура в Америке Развивалась А участие Интеллектуалов Особенно тех Что занимались Социальными науками Было представление Что Германия Это то место Где можно научиться Новому Евангелию И вот При принте Я как раз пытаюсь Показать Как они импортировали Эти идеи То есть это делали Не мигранты Они приезжали просто Я не знаю На этот Элис Айланд Грузили их Там Они пытались найти работу У них не было Там капитала в руках Чтобы там идти И проповедовать Потом они Может быть Включались в этот процесс Но все это шло Несомненно В том числе От американских Интеллектуалов И от процесса Институционализации Экономического Сообщества Вот есть Замечательная книга Называется она Наука о богатстве Это я не про свою книгу Хочу сказать Хочу свою измую показать Она была написана В 1866 году Амасы Уолкером Эта книга Она была написана Под влиянием Посещения Амасы Уолкером Франции Знакомства С Фредериком Бастиа То есть это была Такая либеральная книжка Для просвещенного читателя И она пользовалась Большим спросом В колледжах В университетах Но для тех людей Которые не получали Профессиональной степени Экономистов Не было тогда Профессиональных экономистов Америки То есть грубо говоря Это объяснение Образованным людям Что должен знать Каждый об экономике Вот мне кажется Что я пытаюсь Именно об этом Говорить в этой книге Но экономисты Уже к моменту создания Американской экономической Ассоциации Они уже полагали Что не так Не так должно быть А мы Стоим как бы Над людьми Есть вождь Который получает От нас советы Правильного регулирования Мы предсказываем Будущее Мы некие оракулы И вот эта знаменитая Триада Агюста Конта Которая заканчивается Как известно Социологией Все начиналось С религии Потом философии А потом позитивная наука Они полагали Что наука Заменит Те институты И традиции Которые до этого Существовали И эти институты Будут связаны С планированием И регулированием Вот мне кажется Что если Копать На уровень Идей Тех людей Которые осуществляли Политику А Вильсон Несомненно Испытывал Влияние Этих идей То мы увидим Как все это Реализовывалось В общем Я попытался В этом препереденте Показать механику Влияния идей На политику Мне кажется Я показал И невозможно Игнорировать Этот факт Он просто очевидный Хорошо Спасибо Пожалуйста У кого есть вопросы Так Вижу один вопрос Пока больше нет У Андрея Ну давайте Андрей Мы с вас начнем Как с нашего Сотрудника Стараюсь коротко Сформулировать Вы в самом конце Сказали Буквально несколько слов Можете чуть поподробнее Про роль налогов И тарифа Во всей этой истории Какой? Позолоченный век Ну вот собственно Тот период Который вы исследуете Просто у вас там В тексте Там полстрочки Одна сноска И вот сейчас Вы просто в конце В заключении Буквально Сказали Другой вопрос Быть так Давайте может быть Постепенно По одному По одному Чтобы это было проще Но на самом деле История здесь Не очень оригинальна Я могу отослать Очень ценные книги И есть ссылка На эту книгу На эту работу В моем припринте Николая Дмитриевича Кондратьева О Соединенных Штатах Америки Там есть статистические данные И история того Как меняется таможенный тариф Есть еще книга Саммера Которая так и называется Протекционизм В общем Политики В течение Периода С 65-го года По Там 914 Они действительно Использовали Вот Торг За Пошлиные Квоты Как часть Своей политической программы Так как у них не было Особых элементов Вмешательства В экономику Через другие механизмы Они делали упор Поэтому там вот есть такая Большая таблица У Кондратьева С годами Начиная вот с начала 19-го века Заканчивая концом И периоды Когда акт Там Маккинли Акт Джексона Там либеральный акт того-то Или протекционистский акт того-то И собственно говоря В течение всего 19-го века Мы видим Что в одних Отраслях Это не мое В одних Отраслях У нас наблюдалось Снижение Протекционизма В других Увеличение И явно Прослеживается связь Между лоббистскими Возможностями Той или иной Отрасли Той или иной Отраслью И собственно Этими Пошлинами Вот Но если говорить В целом О влиянии Пошлин И квот На американскую Экономику То они были все Примерно на том Тоже уровне Вот если вы Посмотрите На динамику Средних Пошлин Она была В диапазоне 48-52 Вот примерно так То есть Это не было Там Либеральный Либеральный тариф Такого-то президента И там грубо говоря Снижение до 5 Протекционистки Там до 70 Там все было Вот в таком диапазоне То средняя величина Практически не менялась Менялся состав Интересантов Скажем так То есть там конечно Шла борьба за Поиск ренты И В общем Марк Твен В своей книге Позолоченный век Он показывал Как Вашингтон В принципе Еще до промышленного развития Потому что он описывает Махинации Связанные с землей Он полагал Что в общем-то Позолоченный век Это век Когда все будут Спекулировать землей Вот В то время как Промышленность Он там вообще не рассматривает В своей книге Он не предсказывает Он считал Что все разорятся Все эти железные дороги Это все фикция Этого не будет ничего Это все мыльный пузырь Вот Поэтому Мне представляется Что Если Вас интересует Вот эта тема Именно таможенный тариф Есть Две исчерпывающие работы Я в своей Работе Не ставил задачу Именно анализ Динамики Пошлины квот Это вот Саммер Протекционизм И Новиков Это издательство Социум Выпустило в одной книжке Две книги Конца 19 века Они описывают Американский протекционизм 19 века Он конечно Огромный Оказывало ли это Влияние На саму Экономическую динамику США Нет Почему? Потому что Средний тариф Он оставался Примерно тем же самым А рывок Экономический Он стал происходить Именно Когда Произошел Возврат К стабильным деньгам Уже после Гражданской Войны Вот Так что Протекционизм Был высоким везде Но Не везде Был экономический рост То есть Невозможно Объяснить Некие перемены Той величиной Которая была Постоянна Мы с Дмитрием Как-то обсуждали На одной из конференций Значит Меркантилизм В раннее новое время Его влияние На экономическое развитие Он был везде Это не было новостью Поэтому Когда говорят Вот там протекционизм Был и там Началось развитие Это все Примерно так же Как вот там был диктатор Начался экономический рост Значит Это вот надо все В контексте Смотреть И в контексте Протекционистские пошлины Американскому развитию Не способствовали И вот В книгах Саммера И у Кондратьева Хорошо показано Чьи интересы Это защищало То есть Это не увеличило Масштаб пирога А приведело Перераспределение Перераспределение Части пирога От потребителя К части лоббистов И промышленников Как и везде Да в Америке Это было популярно И вот В этом же вопросе Про налогобложение В смысле Перераспределение Налогов через ВВП Как там все Масштаб Да ну примерно Масштаб Масштаб был очень низким То есть доля государства ВВП была Примерно 5% То есть если Посмотреть На знаменитую Книгу Хиггса Кризис и Левиафан Когда он показывает Что кризис Приводит к расширению Государства А прекращение кризиса Не приводит К сокращению масштаба Государства То там все идет Практически от нуля То есть к началу 20 века То есть к началу Прогрессивной эры Государство Практически ничем Не занималось Знаете я когда был В Вашингтоне У меня такая возникла Идея В чем причина Богатства этого Общества Когда мы ездили К Белому дому Нам экскурсолог Рассказал Я не знал об этом факте Может быть это как бы Мое серьезное упущение Что это было Самое большое здание В США На момент его строительства Сейчас это выглядит Очень маленьким зданием Рядом с тем Что его окружает И мне кажется Что по крайней мере Для до определенного этапа В этом и заключалась Идея успешного общества Государство должно быть Компактным И не расти так же Как растет общество Все новое Свободно А государство Выполняет только Очень ограниченные Перечень функций До начала 20 века Эта идея Соблюдалась Сейчас конечно Вашингтон Это гигантское место Для лоббизма Просто гигантское Там в общем Лоббисты Они живут лоббистами Спасибо Пожалуйста Представьте Ваши вопросы Меня зовут Аймар У меня Два вопроса Я хочу Вопроса Про Припятие Написанное И в этом упоминании Что Демократическая Республиканская Партия В том виде В котором существует Сейчас Писает существовать В 1896 году Чем связано То Что они не вернулись Изначально К тому Какими они были До этих выборов То есть по сути Какие-то небольшие течения Они редко меняют Всю систему Они редко меняют Все движения То есть там должны Быть те Кто Довольно-таки Консервативные люди Которые за старый Партии Консервативные В плане того Что они Против прогресса В плане того Что они Дальше Что было Как они привыкли То есть почему Не вернулось Почему не восстановилось Нет Отчасти Это вернулось Отчасти Республиканская Партия Включает в себя Крыло Либертарианское Например В Америке В Америке Есть либертарианская Партия Которая В общем-то Не такая большая В партнерной системе По сути дела Это все так Не имеет Большого влияния На глобальные Процессы Но я рассматриваю Вот эти политические Игры Когда Вот вы говорите Ага Ваня Он за кого Или там Бил Он вот за это Ага Мы ему скажем Чтобы он был за это Потому что Тогда он получит Выгоду от этого Вот Мне кажется Что многие Процессы В 80-е годы Вот когда Мы переходили От плановой экономики К чему-то Типа рынка Они во многом Базировались на таких Прагматичных аргументах Типа Вы может быть И верите там Социализм Но вы понимаете Что нужно там Либерализовать цены И люди И люди Скрипая сердце Будучи убежденными Сторонниками Социализма На это шли Почему Потому что В условиях Данной политической Борьбы Это было единственным Для них Жизнеспособным Типа того Что прагматизм Работает Зачем вы тут Со своими принципами Академики Товарищи Согласитесь с этим И в принципе Мне кажется Дмитрий Очень хорошо Описывает этот Процесс Группировки Различных Центров Интересов Вокруг этих Реформ И эти Группировки Они шли В основном Конечно же По принципам Интересов Причем Идеологически Они могли быть Совершенно Несовместимы Друг с другом В условиях Когда Условно говоря Не было солнышка И было холодно Они готовы были Пойти на эти Прагматически Необходимые Реформы Например Приватизация Но как только Экономика стала расти Стали снова Проявлять себя Вот то Что было скрыто То есть Иначе говоря Прагматические Аргументы Политическая борьба Имеют краткосрочные Последствия А потом Снова всплывает Все Я думаю Что То что мы сейчас Наблюдаем Возврат ко всему Этому остальному Основывается во многом На том Что аргументы В пользу движения От того общества В котором мы жили Были прагматическими А прагматизм Вещь такая Сегодня зима И холодно Я к вам постучусь В дом И скажу Что я либерал А завтра будет тепло И я ваш дом Подожгу Потому что Я не разделяю Ваши принципы Сегодня я с вами В коалиции А завтра нет И сегодня Эта коалиция Развалилась Потому что Она идейно Пустая Потому что Ее объединяли люди Которые в конечном итоге Хотели другого Они пошли на это Просто вынужденно Но наверное В тех условиях Это было и невозможно Иначе Что касается Америки В тот период времени То также Вот эта политическая машинерия Когда вы делаете Акцент на интересах Она очень с трудом Может тогда Работать Вот давайте возьмем Простой пример С чего вообще-то Говоря Как предприниматель Капиталист Хотел Рокфеллер Хотел ли он Чтобы его Компанию Расчленила Антимонопольная служба Хотел или нет Его интересам Соответствовало Как вы думаете Вы считаете Что нет А вы знаете Что в результате Расчленения Его прибыли Выросли Антимонопольная Деятельность Которая была направлена На борьбу Фактически Сделала Его более прибыльным В тот момент времени Когда он боролся С правительством И он не хотел Чтобы его вызывали В суд Он был убежден Что ему будет Это невыгодно Но оказалось Что ему это выгодно Рабочий класс Который был убежден Что участие В стачках В забастовках В профсоюзных движениях Это выгодно Получил безработицу В 25% В 29-м году Им это было выгодно Дело в том Что Такие сложные Идеологические конструкции Которые связаны С будущим Они совершенно Не могут быть Просчитаны людьми И Особенно в условиях Когда страна Выходит на первые Рубежи То есть Иначе говоря Апелляция к интересам В условиях Например Кризиса 1893 года Это очень Странное явление Потому что Никто не знает Свои интересы Потому что Слава представляет Что нужно делать В его интересах В интересах ли Рокфеллера Создавать антитраст Выяснилось Что да Бернард Барух Например Очень выиграл От госзаказа Дело в том Что Представление О своих интересах И реальные достижения Это разные вещи Особенно в стране Которые впервые Пробуют некие средства Поэтому здесь Неизбежная Идеологическая борьба Как вы можете Опираться на интересы Вот вам Понимаете Будет то-то А вам Будет понимать То-то Если никто Не знает Что будет В результате Применения этих средств И дальше Уже все Опирается На некоторые Элементы Идеологические Которые мне Кажут Очень важны Поэтому Возвращаясь К вашему вопросу Почему не произошло Сдвига Колоссального Сдвига Обратно Хотя он Произошел Частичный Уже В 20-е годы И после Второй мировой войны Потому что Вот эти Пять Движений Философских Или Идеологических Которых я говорю В припринте Они заложили Основы Для выбора Политические Люди Выбирают То что есть Политики Стремятся К победе Давайте представим Что вы Хотите Опереться На принципы Консервативные Сколько людей Разделяет Консервативные Либертарианские Вот как бы По разному Можно называть Если вы политик Который хочет Думать о том Чтобы удерживать Власть Вы не должны Апеллировать Только к определенной Группе Вы должны Апеллировать К всем Вы должны Говорить Что цены Будут низкими Для потребителя А производители Что они будут Высокие Что государство Не будет вмешиваться Вы должны Говорить на Либеральных Каналах Но что государство Должны Возить Прогрессивные Налоги Вы должны Говорить На тех Каналах Которые Ориентированы На массового Потребителя Политик Он Вынужден Ориентироваться На медианного Избирателя Вот теория Общественного Выбора Показывает Как политик Может жить В своей Системе Поэтому он Он идет За тем Как складываются Идеологические Принципы Поэтому я И привожу В пример Цитату Мизеса Что все Политические Экономические И прочие Изменения В конечном Итоге Являются Результатом Изменения Идей Промышленная Революция В Англии Была Следствием Зарождения Классического Либерализма Прогрессивная Эра В США Была Следствием Исторической Школы И этатизма Импортированного Из Германии Кейнс Повлиял На Рузвельта Хайек И Фридман Повлияли На Тэтчер И Рейгана То есть Идей Оно Прослеживается Исторически Это не означает Что интересы Не имеют значения Просто они Не всегда Приводят к тому Что мы ожидаем От этих Точечных реакций Вот мы По нерву ударим И какая-то Получится Выгодная нам Тенденция Мы можем это сделать Ориентируясь На некую группу Интересов А получить совсем Не то Что ожидаем Со временем Эта группа Интересов Распадется И будет Против нас Потому что В итоге Идей Име Значение Какие Есть еще У нас вопросы Я слишком долго отвечаю Ну вот сейчас Мы посмотрим Сколько вопросов Если только Один вопрос У Ванько То тогда Можно долго отвечать Больше нет Татьяна Хорошо Тогда значит Еще два вопроса Будут долго Нет Ну все-таки Немножечко Еще выступления будут Пожалуйста Будьте любезны Вернуться к теме Которая я прозвучала В самом начале доклада При том что Этого нет В предпринете Но с моей точки Зрения это важно В самом начале доклада Было сказано Что в конце 19-го Начале 20-го Века США стали Мировым лидером Как в экономике Так и в международной политике Это как раз Моя тема При этом Одно произошло После другого По времени То есть Сначала Американцы стали Богатыми Потому что Здесь ничего не надо Показывать Потому что Этого нет на слайдах Да Этого нет на слайдах Это просто фраза Была такая фраза Вот То есть Сначала Американцы стали Богатыми Еще в 70-е 80-е годы А потом В конце 90-х Они полезли В войну со страной При этом Вполне Естественно Что когда США Решили стать Лидером Международной Политики Это привело К увеличению Роли государства В экономике Потому что На войну Нужные деньги Надо где-то Брать Желательно В экономике Потому что Никаких других Источников Денег не бывает В данной связи Вопрос Который совершенно Выходит за рамки Данного конкретного Доклада Во-первых Как вы думаете Экономическое Лидерство Оно всегда Тащит за собой Стремление Лидировать Международной Политики И это было Неизбежно Или это был Свободный выбор Там Макинли Рузвельта Старшего И прочих Ребят Которые В итоге Породило Увеличение Роли Государства В экономике Потому что Повторюсь На войну Нужные деньги Очень вовремя Пришел Иван Курила Наш главный Специалист У Америки И международной Политики В самый раз Если говорить Об интересах Людей Когда мы говорим О экономическом Прогрессе Мы как-то Объединяем Совершенно Разные части Предпринимательства Разные отрасли Очевидно Есть предприниматели Вот есть знаменитая Книга Фолсом О оборонных Разбойниках Где он говорит О политических Интерпринерах И Экономических Интерпринерах Так вот Когда мы говорим О экономике Которая функционировала В конце 19 века Там были Как те Кто Жили За счет Лоббизма И за счет Государственных Средств Как вот это существует И сейчас Например В нашей экономике Были люди Которые ничего Не получали От государства У них Как вы понимаете Разные Представления О том Что им выгодно Естественно Те Кто Эффективно Производит И получает Огромные прибыли Такие как Эндрю Карнеги Или Джон Рокфеллер Или Джиппи Морган Они вряд ли Хотят Платить Больше налогов И отдавать Свой бизнес В руки Чиновников Этого Хотят те Кто не являются Успешными Предпринимателями И те Кто хотят Получить Политическую Ренту Я упоминаю При принте О Атланте Расправил Плечи Рент Там очень хорошо Показан Тот тип Предпринимателей Которых Рент Называют Парнями Из Вашингтона Грубо говоря Это люди Нисколько Ориентированные На создание Успешного Бизнеса Корнелиус Вандербильт Ходил Не по Комитетам Выбивал Там деньги А ходил По инвесторам И искал Деньги Чтобы построить Свою Железную Дорогу Так вот Если мы Посмотрим На всю Эту Многообразную Братью Мы поймем Что у них Нет одного Идеологического Интереса Который Состоял бы В том Чтобы США Вели активную Внешнюю Политику У них Разные Интересы И В этом Смысле И не Предопределен Путь Движение От богатства К войне Если нация Является Богатой То развилка Существует И выбор Определяется Тем Что в головах Так же Как и в Конкретной Ситуации Конкретного Человека Мой выбор Так действует Или иначе Определяется Моим Бэкграундом И тем Какие ценности У меня есть Вот Что касается Конкретного Исторического Периода Конца 19 века Начала 20 века Я показал Почему Интеллектуалы Привезя Из Бисмарковской Германии Идеалы Протекционизма И милитаризма Создали Необходимую Предпосылку Для Вот этого Империализма Рузвельт Даже называл Свою программу Новым Национализмом Если мы Посмотрим На высказывания Которые Сегодня Приводил И Вильсона И Теодора Рузвельта Мы видим Что это Совершенно Несвойственно Для Либеральной Идеологии Классического Либерализма Это не свойственно Противоположно Ему И в этом Смысле Этот переход От Классического Либерализма Я ведь начинаю С трех цитат Джефферсона Цитаты Вильсона И Мизеса Я пытаюсь Показать Что вот этот Переход От первой Идеи Всего правит Идеи О том Что государство Не может быть Плохим Произошел Не под влиянием Роста благосостояния А под влиянием Определенного Рода Перемен В идеологической Сфере Университеты Институционализация Профессии Экономиста Как социального Инженера И так далее Поэтому да Это не предопределено У них разные Интересы Так вот Сложилось Исторически Но это не означает Что всякий раз Когда государство Будет богатеть Оно будет Так действовать Соблазн такой Всегда есть Потому что есть Что направить Есть что отнять Есть что регулировать Но это зависит От идеологической Позиции Господствующего Общества Спасибо У меня даже Скорее Такой вопрос Уточнение Причины Просто популярности Татистских идей В германской школе Понятно все Но Хотелось бы понять Почему так легко Фактически Данил безбой Либеральной Идеи То есть Такой Была Великолепная Цитата Что В принципе Вреде Орлана Либеральные идеи Вообще Не были Распространены Чем связаны Все таки Я вот Свяжу Я связываю Это с Институционализацией Самого Самой профессии Экономиста То есть Экономисты Стали вместо того Чтобы заниматься Как Амаса Волкер Объяснением Своим гражданам Некой гиены Экономической У Быстя Замечательная фраза О том Что такое Политическая экономия Политическая экономия Это замок На амбаре Народного хозяйства Если люди знают О этих принципах Они не допустят Воровство Они не допустят Чтобы государство Делало их общество Беднее И соответственно В этом случае Экономисты являются Просветителями Объясняющими людям Что хорошо и что плохо Это вот Период Сея Смита Бастиа Амасу Волкера В США Но У экономистов Как у профессиональных Интеллектуалов Возник соблазн Превратиться Из служителей Простого человека В гуру Которые говорят о том Каким общество Должно быть Согласитесь Этот соблазн На определенном этапе У людей Которые считают Себя иногда Очень обоснованно умными Возможен И по крайней мере Если это еще было Не опробовано В 19 веке Это было не опробовано То было представление такое Стихийный порядок Может быть Это и неплохо Но представьте Если бы голову Умных людей Включить Образованных Которые В Гейдельберге учились Которые Книса читали Которые Языки знают Дайте им в руки Экономику И они будут Ее регулировать Как социальные инженеры На тот момент Эта идея была Навьем И Вот она И прижилась Я думаю Что выбор Который Привел В конечном итоге К тому Что к началу 20 века Мы выбирали Среди различных Программ Этатизма Состоял В известном отношении В изменении Предложения На рынке идей Тут есть Знаменитая книга Бенда Которая называется Предательство Интеллектуалов И она Объясняет Что к началу 20 века Это мировая Тенденция Интеллектуалов Вместо того Чтобы соблюдать Принцип Беспристрастности И неучастия В политике Стали частью Политической машины Потому что Это оказалось Для них Более выгодным И интересным В личностном отношении Они как бы Стали новыми Клириками Они Стали Новыми Глашатаями Опять же Новой эры Поэтому Поэтому К началу 20 века Все эти Школы И направления Так вот И сложились Я думаю Что здесь Нисколько Была Борьба Этатистов И рыночников Сколько Подспудные Институциональные Процессы Вот Андрей Павлович Застровцев Он часто Описывает Процесс Который Происходит В мейнстриме Как обволакивание Всех Гетродоксальных Школ Направлений Поглощение Вот Примерно Такой же Процесс Стал происходить Как мне кажется В конце 19 века Когда Все Что противоречило Взгляду На общество Как на машину Которую нужно управлять Так или иначе Либо Лишалось Институциональных Оснований Либо Просто-напросто Было Карьерно Неинтересно Вот Были единицы Которые отстаивали Эти принципы Например Герберт Спенсер До последних дней Говорил о том Что мы движемся К краху А некоторые Интеллектуалы Не выдерживали Вот этого Накала Страстей И собственных Предсказаний Возьмите Вильфреда Паретта Вот у Дмитрия Я сегодня столько ссылаюсь На наших Замечательных Классиков Но я думаю Это обоснованно Так вот Про Паретта Есть замечательный Текст Ведь Паретта Не был В самом начале Сторонником Этатизма Социализма И всего остального Он был Одним из Участников Кружка Бастиа Сторонником Либеральной Доктрины Но только он Пришел к выводу Что массы Тупеют Что неизбежна Ахлократия Что в конечном Итоге Все эти Либеральные Ценности Погибнут Поэтому Вильфреда Паретта Решил Что раз Все это невозможно Нужно ориентироваться На элиты В том числе На итальянский Фашизм Который он В конце концов Стал поддерживать Вот мы видим Что и у интеллектуалов Эта развилка была Спенсер Предпочел быть Маргинализирован На него же смотрели Как на чудака Из 19 века Который говорит О чем-то Что уже не актуально Его Лучшие ученики Беатриса Веп Это же его ученица Она боготворила Герберда Спенсера Она считала Его линию В какой-то момент Она стала на него смотреть Как на старого Отжившего свой век Интеллектуала И совершенно другие взгляды Стала проповедовать То есть иначе говоря Спенсер имел Смелость быть непопулярным У большинства Это не получалось Спасибо Так, переходим к выступлению Кто хочет выступить Давайте скажем Заявитесь Чтоб мы знали Банько Все За островцев Вот Ну я тоже выступлю Ладно Тогда Ну давайте Банько За островцев Покажем Я хотел бы вернуться К тому Что мы обсуждаем Уже Которую неделю Потому что Здесь опять Прозвучал вопрос Почему в США Вдруг начался Мощный экономический рост Именно после гражданской войны Ну что он начался Именно после гражданской войны Это скорее всего Так совпало Просто потому что Была гражданская война После которой Начался бурный экономический рост Но в принципе Я хотел бы еще раз Вернуться к тому О чем я говорил На своем докладе Месяц назад О производительности труда То есть В середине В середине 19 века Вдруг начала Расти Производительность труда В США Почему она вдруг Начала расти Производительность труда Складывается из трех факторов Первый фактор Это капитал Но как мы видели У самого нас Лайдзя четко Капитал В США Накопление капитала Постоянно росло Начиная с 1812 года После войны То есть Тут никакого Существенного перелома Не было Это не то что Они вдруг Откуда-то добыли Кучу золота А второй фактор Это тот О котором я Рассказывал Месяц назад И я буду продолжать В какой-то мере Исследование в этой области Это образование Несомненно Люди должны уметь Читать и писать Для того Чтобы понимать Инструкции своих инженеров Как-то работать И создавать Добавленную стоимость Но третий И важнейший фактор В том что произошло В США И не только в США Во второй половине 19 века Это технологии Мы вдруг Вот как раз В этот период У нас совпало Изобретение И внедрение Нескольких Более или менее Независимых Друг от друга Вещей Которые вдруг Дали мощный Экономический Рост Внедрение Электричества Правильно Говорил Русанов Вот посмотрите Это Нью-Йорк 1870 года Тут вот домишки Сельская такая Америка Единственное что На острове Ни тебе Тебе паромов Ни тебе Мостов И небоскребов Нет И освещения Нет Да И главное Ночью Там темно А вот пожалуйста Посмотрите Манхэттен Вот 1890 А там светло Ночью Потому что Они провели Электричество Мы сумели Внедрить Электричество Причем Не только Для освещения Но и В промышленности Мы начали Что-то на электричестве Сначала Газовое Тяга Сначала Было Газовое Освещение Но Электрическая Тяга Она начала Еще и Двигать Форд Не изобрел Конвейер Если бы у него Не было Электромотора К нему Волна Инноват Потом Эндрю Карнеги Он действительно Был гениальным Менеджером И в отличие От Менеджеров Советском Союзе Которые Пытались Достичь Примерно Того В смысле Выплавлять Больше Стали На Единицу Трудозатрат Он Смог Это Сделать А советские Менеджеры Не смогли Вглавлять Кучу Стали В итоге Советский Союз Куда-то Там Отстал Но В любом Случа Не он Изобрел Думан Он Просто Был Гениальным Менеджером Который Сумел Это Быстро Внедрить Поставить На службу Реинвестировать Доходы От Первой Домной В три Еще Благодаря Чему Америка Получила Колоссальное Количество Дешевой Стали Благодаря Чему Появилась Возможность Например Построить Небоскребы Потому что В основе Стальные Конструкции Не было бы Дешевой Стали Опять-таки Не было бы Небоскребов Вот То есть У нас Случайно Получилось Вот это Которого Мы пока Повторить Не можем Потому что Все Что было До сих Вот Последние Годы Случай Финляндии Показывает Что Там Сотовая Связь Она Конечно Дает Какой-то Эффект Финляндия Богатела Начиная С 90 Года И заканчивая 2007 Очень быстро За счет Именно Вот этих Новых Технологий В сфере Сотовой Связи Интернет Но Это Не дало Нам 150 Лет Развития Как Это Было В США Начиная С Позолоченного Века И заканчивая Недавним Буквально Временем Потому что Там Было Электричество А тут Была Сотовая Там Илон Маск Утверждает Что надо Ставить На космос Может Быть Не знаю Когда Этот космос Даст Эффект И мы Увидим Действительно Нам Космос Даст Развитие Еще на 150 Лет Вперед Или Это Будет Ну Вот На 15 Там Анатолий Борис Чубайс Развивает Нанотехнологии Опять Таки Мы Не знаем Какой Эффект Дадут Эти Нанотехнологии Когда Мы Сможем Внедрить В экономику И они Реально Дадут Нам Рост Производительности Труда Может Это Действительно Будет Золотая Жила Круче Чем Электричество В начале 20 Века А может Быть Это Будет И Как Это Зависит Не только От того Какие Менеджеры Будут С этим Работать Понятное Дело Что Одни Менеджеры Провалят Даже Самое Капотное Дело А Другие Менеджеры Из Ерунды Вытащить Кучу Денег Но Даст Эффект Или Не Даст Мы Пока Не Знаем Поэтому Я Все Так Ставлю На Развитие Технологии Нам Повезло Так Совпало Кто Что Внедрил Потому Что Внедрили В первую Очередь Электричество Я считаю Недаром Владимир Ленин Утверждал Что Электрификация Всей Страны Она Вообще Приведет Нас Советская Ну я Больше На Идейных Основах О которых Тут Довольно Подробно Говорил Павел Валерьевич Значит У меня Будут Не Такие Сначала Частные Соображения А потом Более Такое Общее Которое От Идейных Основ Уже Идет К массам Нет Очень Коврик Значит Вот Тут Есть Пункт О движении За единый Налог Генри Джорджа И он Представляется Действительно С одной Стороны Как Такой Социалист Лев Толстой Ему Очень Увлекался И по-моему Даже В прогресс И бедность Перевел Впервые На русский Язык Лев Толстой Лассаль Очень Полюбил Генри Джорджа Но Вот Когда я Читал Вашего Кумира Ротбарда То Он Очень Хорошо Относился Первоначально Генри Джорджу Потому что В чем Его идея Это была Что Снять все Налоги Кроме Одного Вот Это его Иллюзия Была Что Можно Жить За счет Ренты За счет Налога На землю Я не буду Я не буду Рассказывать В чем Его Заключалась Логика Она Для тех Времен Была Довольно Интересной Вот Но Генри Джордж Все-таки Как говорится Не был Я бы не Отнес Его к Социалистам Потому что Он За Свободный Рынок Промышленности Мы От них Смысл Есть Переноса Налога На землю Чтобы Освободить От налога Все остальное Ну У него Да Я понимаю Ваш жест Что Это Конечно Не Либерторианец Но Тем не менее Ротборд К нему Не относится С такой Угистенной Так сказать Критикой Как он Обрушивается На многих Других И он Подчеркивает Вот этот Момент Что Не надо Из него Делать Вот такого Как бы Марксиста Социалиста И так далее Мало Что Зять Маркса Имамериканцы И так далее Значит Следующий Аспектик О Идейных Основаниях Ну Вот Тут В принципе У меня Каких-то Принципиальных Дальше Возражений Нет Но Естественно Что Почему Из Германии Ведь Америка В конце Девятнадцатого Века Рассматривалась Как Вот Такая Богатый Тупой Новориж Да Страна Как богатый Тупой Новориж Это Была Как бы Травма Для Американских Интеллектуалов Часть Часть Ну Часть Их Довольно Значительная А Что Было Во второй Половине Двадцатого Века Таким Светочем Науки Германия Она Она Выполняла Немецкий Университет Тупой Девятнадцатого Века Девятнадцатого Да 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 Девятнадцатого Века Они Выполняли Ну Примерно Так же Как Сейчас Мы Смотрим На Американский Университет Стэнфорд И все Такое Да Даже Образно Говоря Более Влиятельный Интеллектуальный План Естественно Что Вот Это Травнированное Вот Таким Отношением К США К себе Соответственно Элита Она Стремилась Как бы Очиститься От этого Образа И Перешла В Германию Ну Естественно Там Получала Вот это Учение Исторической Школы Которую Они Антирыночные Устраняли Дальше И вот Американский Институционализм Известный То есть Это вот Результат Такой Интеллектуальной Драмы И третье Соображение Третье Соображение Основано Как ни странно На Марксе Идеи Тогда Становятся Материальной Силой Когда Они Овладевают Массами А вот Почему Именно Эти Идеи Овладели Массами Ведь В Америке Все-таки Была Демократия Выборы Всеобщее Избирательное Право Женщины Не голосовали Понятно Тогда В основном Не было Женщин Избирательных Прав За исключением Двух-трех Стран Новозеландия Собственному Я бы сказал Самопротекционизм Не склонность К риску То что называют Сегодня Мейнстримовские Экономисты То есть Если Грубо говоря Человеку Предложить Два типа Зарплаты Вот вам Тысяча Долларов Ежемесячно Или Давайте Каждый месяц Разыгрывать Если Вы Вытащите Там Вы 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 Получите Две Тысячи Если Решка Вы Получите Ноль С точки Зрения Математики Мат Ожидания Одно И тоже Но люди Скажут Большинство Абсолютно Нет Давай мне Зарплату Тысяча Долларов Более того Они согласятся На 900 Или даже На 800 Лишь бы Не участвовать Вот в этой Игре И поэтому Политики Которые Предлагают Все вот эти Мероприятия В МФС Социальное Страхование Гарантии Они Очень чётко Улавливают Вот эту Доминирующую Психологию Масс И на этой Базе Плюс С этими Идеями Вместе Получается Вот такой Синтез Коммунитивный Вик Растет Валфай Астейт А потом И есть То что Экономисты Называют Эффект Храповика Если вы Увеличили Валфай Астейт Там У нас Стало Там 50% ВВП Идёт Через бюджет На расходы Разные Государственные А было Там 100 лет Назад Скажем 10 То даже Если приходит Какой-нибудь Реформатор Вроде Маргарет Тэтчер То он От силы Снизит Там До 45 43 И то Потом Эти Эффект Снова Исчезает То есть Уже В исходное Состояние Не вернуться И вот так Наворачивается Вот этот Кризис Правда Тут уже Это уже Выходит Немножко Затем Доклад Кризис Валфай Я думаю Что Павел Валерьевич Он напишет О старых Временах А потом Вернется Ко временам После Второй Мировой Войны В этом В этом смысл Да И там Вот как раз Проблема Вот этого Валфай Эстейт Встанет Во весь Рост У меня уже Был доклад Про эргономику Ну Да Но осталось Между Великой Депрессией И эргономикой Самое интересное Мне кажется После Рейгана До сегодняшнего дня Потому что В этом Собственно Припринте Я пишу Как раз О Велфайр Стейт До Рейгана С 45-го года По 79-й Давайте я еще Скажу Потом у тебя Заключительное слово Это последнее Да получается Да Больше никто не заигрался Ну Что Нет Ну Вроде больше Не А вот есть еще Один человек Демократия Еще вы Да Ну Давайте Вам слово Это какая-то Да Дело в том Что Я В основном Везде Деятельности И что Сейчас Я видела В докладе Да У меня такое ощущение Будто Кроме нескольких людей Там Я знаю Тоже Там Айн Рэн Да За все это время Никто вообще Не защищал Идею о том Что Что Права Экономические Непосредственно Связаны С правами На Правами Личности То есть Нет И были Те Кто Зачают Да Мы И Саухай Как я Такое Встречала Но Тем не менее Этого почему-то нет Моислими И нет Розащиты Настолько Что Просто Когда я пишу С кем Я могу сотрудничать С моими Идеями С Что Я Стармонит Австриевская Школа Экономики Да Но Я Против Гендоров Среагипов И За Нейроразнообразие С кем Я могу сотрудничать Скажите мне Мне говорят Тебе хочется Дать свое Объявление Причем Это говорят Практически Все Кому И пишут Я не могу У меня Скорее Полное Непонимание Почему Это Происходит На самом деле Потому Что В этом Докладе Явно Были Цитаты Аттистов И Был их Отношение К права Обличности Рано И поздно Они явно Разруются Меджинства Рано или поздно Они ведут На меджинства Рано или поздно Когда Жертвуют Отдельными Людми Ради Общества В целом Конечно Пожертвуют Другими И конечно Пожертвуют Другими Наиболее Людей Честно Говоря Наверное Самая Идея Ксом Что Я не понимаю Во-первых Почему Тогда Во времена Подзолоченного Века Тоже Те люди Которые Могли Как-то Вступать За То Что Права С Экономикой Они Непосредственно Касаются Вообще Американской Лунии Американской Свободы Почему Они мало Где Этого Делали Тоже Рокфеллеры Тоже Гарбоген Они Очень Могут Вкладывали Вопротзование Рокфеллеры Очень много Вкладывали В продвижение Религиозных Идеи Но Очень мало Вкладывали В продвижение Идеи Свободного Рынка Я не знаю Почему Он Это Делал Почему Он Не Лево Скажем Так И Дальше Если Смотреть Всю Историю Америки До Нынешнего Момента Всю Историю Именно Интеллектуалов Варгиналов То Они В принципе Во-первых Не Признавали Они Все Были Почему То Ужасно Левыми А Те Кому Было Выгоднее Всего Предприниматели Они Вообще В принципе Молчали Не касали Социальных Тех Либо Консервативно Либо Вообще Никак Но Эту Связь Молос Постарался Установить Мне Кажется Достаточно Важно Установить Эту Связь Достаточно Важно Об этом Говорить Потому Что Я Когда Общаюсь Ведми Я Я Берю Что Левые Альтернативы Они Думают Они Спорят В чем Именно Государство Уменьшит История Спасибо 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 Так У меня Будет Пять Отдельных Комментариев Это К следующему Дискуссии То Что Дима Сказал Это Буквально Возникло В голове По ходу Дела Почему Богатое Государство Всегда Не всегда Но Очень часто Стремится К Экспансионистской Политике И начинает Конформировать Свои богатства В политическое Влияние Я Не специалист Я не знаю Но Есть один Интересный Пример Который Я изучал Недавно И он Меня На всякие Мысли Навел История После Славной Революции В Англии Значит Ну вот Одни Такие Демократы Привели Славную Революцию Вроде Все Сказали Хорошо Что Дальше Делать Значит Стандартная Таинская Политика Состояла В том Что Нам Не надо Заниматься Внешней Политикой Мы На Осколе Мы Отсидимся Надо Заняться Экономикой Бытом Все Будет Хорошо На Что Лиги Возражали И в итоге Их точка зрения Победила И Потом Пошло И создание Центрального Банка И огромный Кредит И Развитие Армии Веде Объяснили Что Мы Не Отсидимся Мы Не Отсидимся Пустро Пустро Вам На Континенте Посмотрите Что Делает Людовик 14 Если Значит Остановить Его Некто Испания Уже Слаба Германия Раздроблена Если Мы Не Включаемся В Континентальную Политику Война Придет К нам Хоть Мы На Осколе Построить Крутный Флот Для Франции Людовика 14 Это Дело Время И Эта Точка Зрения Конечно Победила И Англия Стала Вмешиваться С этого Момента В Континентальную Политику Практически Все Время Выстраивая Балансы Участвуя Больше Деньгами Чем Живой Силь Мне Кажется Это О многом Говорит Я Не Знаю Как Где В Других Местах Было Но Может Быть И В Штатах Эти Идеи Были Что Мы Должны В Какой Момент Начать Вмешиваться В Европейскую Политику Потому Что Мы Даже За Океаном Не Отсидимся Если В Европе Будут Крутные Мощные Державы Типа Германии Которые Причинят Себе Европу И Затем Пойдут Вперед Я Этого Не Исключаю Хотя Это Надо И Следовать Дальше Второй Момент В принципе Мне Очень Понравилось Дополнение Которое Дима Ланько Сделал О Возникновении Изобретений Новшеств Развития Производительности Труда Наверное Это Важно По крайней Мене Действительно Если Институты В Штатах Качественно Не Менялись С Начала Века До Конца Века До Вот Этой Левого Поворота То При Одних И тех Ж Институтах Наверное Много Зависело От Технической Революции Что По 18 Веку Скажем Прекрасно Показал Джераль Макер Англия По технической Революции В Англии А здесь Что мне Приходит в голову Применительно В 70-х Годах Вот Я Европу Смотрел И Для Европы 70-е 80-е Годы В известной Мере Были шоком Потому что Это была Такая Транспортная И холодильная Революция Когда возникли Огромные Поставки Продукции Через Океан В Европу Причем Не только Зерна А и Мясо Которые научились Замораживать И Это Очень сильно Подорвало Скажем Позиции Германских Юнкеров Более Германия Была Такой Житницей Европы Какое-то Время А потом Бископ Перешел К политике Протекционизма Чтобы защитить Германских Юнкеров От более Дешевого Зерна Которые Приходили Из-за Америка Жаловалась На немцев Которые Не дают Развиваться Их Сельским Хозяй Очевидно Америка Жаловалась Они Они проводили По отношению Другого Протекционистов Политиков Нет Ну Как бы Продовольствие Явно шло Из Америки Из Австралии К Европе В конце 13 века Зерно Мясо Шло Явно Ну Смотри Не знаю Насколько Мне это Известно Я думаю Что Американцы Стремились Скорее Протекционизм Защититься От Промышленности Которая В Европе Могла быть По определенным Параметам Более Сильной Причем Наверное До начала 20 века Явно Более Сильный Вот До Фор Изменил Мне кажется Вот это Влияние Транспортной Революции Стоит Посмотреть Американцы Имели Не только Огромный Внутренний Рынок Они Активно Вторгались И на Европейский Рынок За счет Тех Возможностей Которые У них Были Я Не Перечитывал Бурстина Много Лет Но Что Мне бросилось В глаза Сразу Когда Я его читал Когда Он Описывает Этот Огромный Мясной Потоп Когда Перегоняются Стада Из Техаса В Чикаго Там Это Борно То есть Это Огромная Промышленная Фабрика Мяса Которая В конечном Чете Идет И в Европу Насколько Я понимаю Вот Думаю В значительной Степени Успех Америки Был Связан И с тем Что Они Активно Начали Втораться На Европейский Рынок То есть Такая Первая Глобализация Значит По влиянию Левых Идей По Вот Этой Вот По влиянию Германских Идей После 60-х Годов Всюду Была Страшная Мода На Германии То есть После Того Как Немцы Выиграли Три Войны Одну За Другой И Создали Империю В центре Европы Чего Очень Трудно Ожидать Это Была И Мода Это Было Страх Немцев Это Было Какое-то Чувство Что Что-то Меняется Знаменитая Фраза О том Что Тузский Учитель Победил При Керниграции Косвенным Образом Свидетельствует Об Интересе Германскому Образованию Не Только Школьному Но И Высшему Более Того Вот Может Я Здесь Не Прав Но Вот Что Приходит В Как ни Странно Система Германских Университетов Хотя Она Пропагандировала Что-то Вроде Исторической Школы И прочих Нелюбимых Нами Вещей Она По своей Структуре Была Исторически Более Свободной И либеральной Чем во Многих Других Европейских Страх Если Не во Все Потому Что На Притяжении Несколько Столетий В Раздробленной Германии Каждый Уважающий Себя Герц Книговая Фукфюрст Стремился Создать Свою Университет Значит Вот Я В Виттенберг В сентябре Приезжаю Городок Можно За 5 Минут Пройти По Куизу За 10 Пойдет Но Там Дворец Дворцовая Церковь И Университет И Монасты Вот Ключевые Моменты Которые Обязательно Каждую Себе Зарод Поэтому В Германии Одинное Число Конкурирующих Университетов В конкурирующих Университетах Разные Идеи Разные Профессоры Это Поднимает Германскую Интеллектуальную Школу На протяжении Несколько Столетий И К 19 Веку Она Огладает Огромной Репутацией Там Разные Университеты С одной Стоя Геттингенский Университет Который Находился В Ганнеровских Землях И был Связан С Англией Отличался Либеральными Взглядами И тем Что там Начали Преподавать Адаму Смуту Первыми В Германии Если не Вообще На континенте С другой Стороны Были Консервативные Университеты Католические Катистантские То есть Все по-разному И в этом Смысле В принципе Мода На Германию Я думаю Должна была У среднего Американца Создать представление Что учиться Надо там Там самая жизнь Там круче всего Это растущая нация На которой Надо присматриваться Когда они Сами росли Такими темпами Что они Немцы В экономике Да Но немцы Кроме этого Выиграли Три войны И создали Империю В центре Европы Ты думаешь С войной связаны В том числе Мы-то либералы Наконец Ну выиграли Три войны Подумаешь Делушки А вот Если влезть В голову Человека Того времени Я думаю Это было важно Мода на Германию То есть Они Они создали Огромную империю В центре Европы Плюс Их университеты Обладали колоссальной Репутацией На протяжении Всего 19 века И даже раньше Это влияло А когда они Уже туда приехали И научились Чему их научили Уже Уже обратно Было не повернуть А Англия Выходила из моды Тогда Явно выходила Насколько я понимаю Уже и Оксфорд И Кербэтч Входили в кризис Который потом Выразился в том Что англичане Должны были создавать Новые Университеты Типа шоуэкономики Нельзя объяснять Только желанием Отменять рабство Ты очень четко Подметил Что все эти моменты Связаны С Пошленными Да Пошленными Возможным провалом Доходов И так далее Вот Ну Во-первых Когда я сюда Сегодня шел Мне позвонил Борис Максимович И сказал Я вот заболел Не могу прийти Но Вы только посмотрите Что-то Усанов Слишком сильно критикует Американских президентов Это как-то Настораживаю Неправильно Да Поэтому я не знаю Что-то Слишком критикует Знаете Смотри Вот твоя Очень правильная идея Которую я иногда Несколько притормаживаю А сейчас я ее как раз Подхвачу О том Что идея правит мир Вот Каким бы ни был Линкольн Хороший Плохой Может быть Иван Что-нибудь скажет Подробнее о Линкольне Но Вот эта вот Эпоха Середины 19 века Всюду В Европе Была Эпохой Когда Любое рабство Не то что Вышло из моды А было вообще Совершенно Не привычное Вот никак Вот Борис Николаевич Миронов В своей фундаментальной Историей России Показывает Что Крепостное право В значительной степени Пало Потому что Терпеть Вот в этот момент Это уже было невозможно Чисто этически Это отторвало Вот там На 50 лет раньше Считали Что рабство Еще нормально А вот в этот момент Невозможно Поэтому Я Считаю Что То что Американцы писали О нетерпимости Рабства О необходимости Отказаться От рабства В этот момент Это было Очень серьезно И Это влияло И на Линкольн На какой бы он Политикан Не был То есть Вот этот момент Доминирования Идей Свободы Было Очень важным А потом Призошел Перемену Переворот В этом левом направлении О котором ты говоришь Но так же Как в России Никому При Александре Третьем Не приходило в голову Вернусь Кипастово Право Даже Про бедоносцев Абсолютно Исключено Вот так же И в Америке Конечно Уже Рабства Отыгрались А в другом Направлении Разворачивались Другое Рабство Вот Ну ладно Наверное Все Так Иван Может Скажете Что Я Пошу Я Не Слышал Основного Выступления Нет Ну смотрите Как хотите Может быть По дискуссии Вашим Можно Комментарь Сейчас Может Нет Да нет Познём По поводу Империи В центре Европы А может Быть Империя Есть Лимона Этнический Состав Нет Народа Включенных Государств Ну это совсем Другая тема Давайте Может быть Пару слов После Семинара Совсем Не к сегодняшнему Ну Нилцы Сами называли Рейх Второй Рейх Так У меня Последнее Слово Надеюсь Не последнее Но Заключительное Слово Предельное Как сказали бы Экономисты Да Почему Между прочим Предельная полезность Фил Визер Так что Австрийцы Хорошо Я хотел бы Прежде всего Поблагодарить Уважаемых коллег За присутствие Мне было Очень интересно Услышать Вашу реакцию Так как Меня Сегодня Практически Не хвалили Поэтому Я скажу С того Что всем Понравилось Как мы аплодируют Я имею Ввиду Что критические Замечания Они именно Были предметно Критическими Это здорово Ну то есть Значит Я Мне кажется Выполнил Свою задачу Никто не отвлекался На Так сказать По хвалу Это правильно Вот Я Немножко Отвечу На Вот Те Высказывания Которые Сегодня Прозвучали Мне кажется Очень важным Не путать Технический Прогресс Который Мы Описываем В виде Изобретений Электричества Инноваций Которые Произошли В металлургии От того Как это Происходило В Америке И кем Все это Создавалось Я вот Задам Простой вопрос Мне кажется Вопрос От которого Нужно Отталкиваться В объяснении Всех тех Процессов И изменений Которые Были Связаны С технологиями Могли Либо Эти люди Которые Изобрели Автомобиль Которые Создали Отрасли Сделать То же Самое В другой Стране В то время Например В России Были попытки Но масштаб Конечно Не тот В Европе Нет Может быть В Великобритании Но это Уже Тоже Не тот Масштаб К тому Времени Когда Развиваются Те предприниматели О которых Я говорил Собственно Говоря И Тревитик В Великобритании И Брюнель Которые Изобрели Железные Дороги И пароходы Они Уже Скорее Отвечают За Такую Первую Волну Предпринимательства Получается Что все таки Изменения В институциональной Среде Происходили И они Прежде всего Связаны Были С созданием Идеальных Если угодно Условий Для свободы Предпринимательства Вот эти люди О которых Я здесь говорю И Вандербильд И Рокфельдер И Карнеги Они были Не просто Эффективными Менеджерами Которых Грубо говоря Кто-то Нанимал И говорил Ну изобретите Что-нибудь Они были Дельцами Которые Хотели Быть Успешными В жизни Если Почитать Их дневники Если Посмотреть Их биографию У них Не было Желания Что-то Изобретать Прежде всего Они Шли От потребителя Американский Капитализм Это Не Индустриальная Экономика Которая Наподобие Советская Создает Сложные Фабрики И заводы Нет Это Прежде всего Экономика Где Люди Стремящиеся К собственному Успеху Идут По пути К предпринимателю Самому Короткому И когда Этот путь Был самым Коротким Просто Привезти На телеге Мясо Это был Один путь Когда В процессе Конкуренции Друг с другом Они видели Что можно Сделать Это Дешевле Быстрее В погоне За прибылью Они Это делали То есть В конечном Итоге Австрийская Экономическая Школа Мне кажется Принципиально Отличается От остальных Школ Направлений В экономике Своим Акцентом На предпринимательстве На его Предпринимательских Способностях Без которых Не существует Вот тот Процесс Созидательного Разрушения Который мы Описываем Технологии В отрыве От предпринимателей Это Это Неработающая Сфера То есть Кто-то Может пытаться И подражать Кто-то Может совершать Искусственную Индустриализацию Но Процесс Накопления Капитала Он в конечном Итоге Не самоценен Изобретения Не самоценны Они ориентированы На потребителя Предприниматель Это тот Кто Находит Способ Лучше других Удовлетворять Потребности Покупателя Вот этим Эти люди Занимались Им не мешали В этом А технологии Для них Были вторичны Поэтому Когда мы Фетишизируем Следом Между прочим За Марксом Производительные силы И производственные отношения Мне кажется Мы упускаем Существенную Важную роль Вот этой Предпринимательской Бдительности Или алертности Как говорил Кирценер Которая объясняет Понять Что вообще Сделала Америку Успешной Кто сделал Америку Успешной Предприниматели Которым не мешали Ни технологии Ни электричество Электричество Очень важно Я считаю Железные дороги Очень важно Я считаю Почта Очень важно Я считаю Можно так обсуждать Что угодно Их все это Не интересовало Почта Окей Закрой Будем другим образом Действовать Их интересовала Прибыль Именно это Им не двигало И без этого Эта бы система Не работала Именно так Создавался капитализм Жадность Которая ориентирована На честный заработок денег Работает Поэтому я просто хочу сказать Что вот эти попытки Найти в технологических Инновациях Или в затратах На образование Источник роста Это просто Это просто Надувание пузыря А давайте Больше тратить денег На образование А давайте И оно как-то будет Нет Надо идти от цели Чего мы хотим И все предприниматели Выдающиеся Они шли от цели Цель получить прибыль Если эта технология работает Окей Не работает Заменяем другой Сама технология Не фетиш Не что-то Чем мы должны Заниматься непосредственно Андрей Павлович Упомянул Генри Джорджа И то что Ротборд О нем хорошо отзывается Я упомянул Об одном факте Кстати у Ротборда Во власти и рынок Очень критический разбор Именно Джорджизма И его идеи Единого налога Несколько самого налога Сколько его теории ренты Которая во многом Предвосхищает идеи Например Глазьева О том что нужно Перераспределять ренту Через государство Простой факт Мизес Опубликовал свой главный труд Человеческой деятельности На немецком языке Где очень много страниц Посвятил Критике Немецкого экономиста Отмара Шпана Так называемого Представителя холистической теории Он вообще говорил Экономики нет Экономики как предмета нет Вообще ее нет Потому что все политика Все политические образования Целостные Они первичные Поэтому Ну вот он был очень популярен В Германии нацистской Все такое Поэтому В немецкой книге Сорокового года Которая называлась Национальной экономии Он разносит Шпан Когда он приехал в Америку И его национальная экономия Превратилась в Human Action На английском языке Ему собственно Редакторы И все кто читали Эту книгу Сказали Кто такой Шпан Он никому здесь не интересен Джорджа Вот он разносил В человеческой деятельности Джорджа Генри Джорджа Прежде всего теорию Связанную с рентой Поэтому конечно же Джорджизм Объясняет Формирование ренты Как незаслуженного дохода Который нужно Нужно перераспределять Это конечно же Теория такая Дающая шаг Дающая Дающая путь государству Расширению государства Вот мы Все время Любим ставить вопрос Вот это произошло А почему А почему люди приняли А почему они решили так А почему это так А не так Ведь наверное Нам все таки нужно Некоторую интеллектуальную скромность Сохранять Потому что Если бы мы знали Что является Движущей силой Принятия решения Всех людей И эти бы законы Были универсальными У нас бы не было Социальных наук Просто мы бы имели Естественные науки Которые объясняли Что лежит в основе выбора Мизас говорил О методологическом дуализме Что есть естественные науки Которые объясняют Движение материи Все что с этим связано И есть человеческий выбор Мы просто должны Исходить из факта Что человеческий выбор Имеет место быть На него влияют Миллионы факторов На своем бытовом уровне Можете ли вы Сто процентов объяснить Например изменение Ваших взглядов На одну или вещь Или на другую Почему вы Считаете так Или так Как это произошло Где это произошло Даже в отношении себя Мы не всегда можем С уверенностью сказать Почему мы имеем Такие взгляды А не другие Или гадательно Это сказать В конечном итоге Это сложная вещь Человеческий выбор У нас нет универсальной Теории Которая была бы Проверена некими Экспериментальными данными Которая объясняла бы Человеческий выбор Просто дальше Была бы не нужна Ни экономика Ни политология Ни социология Мы имели психофизиологию Которая бы все Объяснял Как люди выбирают Что это делают Как это происходит Поэтому мы не сможем Дать ответ Но мы можем В данном Анкаретном периоде Например В эпоху прогрессизма И позолоченного века Вычленить решения И последствия Этих решений Например Принятие решения О возврате К золотому стандарту Которое произошло После Гражданской войны И Рост Реальной заработной платы Или например Влияние идей прогрессизма И рост налогообложения Влияние налогообложения На продукт Который был То есть действие И результат этого действия И в общем Мизос не раз говорил о том Что социальные науки Они отвечают на вопрос О действии А не о мотивах Которые лежат В основе этих действий Потому что здесь В общем-то Очень-очень много Гадательных вещей Мне кажется Очень ценными Замечания И мысли Которые Дмитрий Травин Сформулировал Я надеюсь Что часть из этих мыслей Часть из этих замечаний Я смогу Развить И Дать им Какие-то Новые факты В следующем припринте Который будет посвящен Еще более раннему Периоду Истории Я все-таки Вот хотел бы сказать По поводу Технологий И Войн Что Германия Победила В нескольких войнах И это И это Неким образом Соблазнило Американцев Именно За Германией Следить А не За Другими Нациями Надо еще Этот вопрос Исследовать Но мне кажется Вот судя по тому Что я Почувствовал Когда я был сейчас В США В третий раз И изучал Историю Того периода Что в общем-то Америка Это вещь в себе В каком-то смысле Это страна Которая живет Своими интересами Даже сейчас Они не очень понимают И разбираются В тех вещах Которые происходят В мире Например Я ехал В поезде С одним предпринимателем В Кремниевой долине Вот Я ему рассказывал Что есть Из Петербурга Он ничего не знает Про Петербург Он Я ему говорю Там Ну Эрмитаж Не знаю Что это Эрмитаж Я говорю Ну Белые ночи Не знаю Он лет 2 до 25 Потом он мне говорит Зенит Перечислил Несколько фамилий Футболистов И назвал Газпром Я к чему говорю Что Они разные Они разные Я скажу так Если вы Окунетесь В культуру американскую И кинематограф И поэзия И живопись Они все очень богаты Просто действительно Есть Некоторое Представление О себе Как о Центре вселенной Самодостаточном Им слишком Ну в общем Да Это первоначальная идея Но честно говоря Вот скажем Возвращаясь Из Штатов Россию Кажется Что мы настолько Как сказать Переоцениваем Интерес к нам Западных стран Внимание К ним Что в общем-то Все эти Вот куда-то Броски В космос Наших Значит Амбиций Они там просто Незаметны Там их интересует Погода Вот там 15 минут Шел дождь Сан-Франциско Это по всем каналам Значит обсуждалось Как там Трамп их интересует Да А что-то там За пределами Вообще не знаю Где это Россия Где там Украина Где Беларусь Это очень слабо Ну Китай не представляет Потому что У них экономический Интерес к этому есть Поэтому я все-таки Думаю Что Их Не сильно впечатлили Какие-то военные Победы Германии В 19 веке Они скорее всего Большинство Американцев Это были фермеры Которые Интересовались Вполне Конкретными вещами И за партии Они голосовали По каким-то Своим бытовым Причинам Вот я Упоминаю О работе Ротборда И там были Буквально Вопросы Связанные С выпивкой Зай Можно ее разрешить Или нельзя Вот какие-то такие вопросы Серебро допустимо Или недопустимо Золото То есть какие-то Внутренние проблемы Андрей Павлович правильно Говорит Что это какой-то Самодостаточный Субъект По своему Мировосприятию Хотя и Интересный Для мира Потому что Показывающий Нам в каком-то смысле И наши собственные Проблемы Ну и в завершение Все-таки должен Как-то перед Павелом Максимовичем Оправдаться Что у меня Не всегда Президенты Не все президенты Соединенных Штатов Америки Изображены В качестве Положительных персонажей Более того Очень часто Отрицательные персонажи Но я напомню Самое начало Моего сегодняшнего выступления Я говорил о том Что американская история Как собственно И история Как таковая Имеет циклы Есть персонажи Более симпатичные Мне Есть менее симпатичные То что я говорю О менее симпатичных Но даже не лично мне А с точки зрения Влияния на модернизацию Не означает Что в Америке Нет сил здоровых Которые эту модернизацию В конечном итоге Осуществили Только на мой взгляд Ее осуществили Не политики Ее осуществил Сам американский народ И американские предприниматели О которых я сегодня говорил Которые были вовсе Не баронными разбойниками А людьми Которые построили Америку Они ее построили А не открыли Но благодаря этому Мы имеем мир Который имеем Спасибо Замечательный доклад Будные продолжительные Аплодисменты Спасибо Ну и коллеги Еще раз напоминаю Потому что подошло Много народу Надо еще сказать Про припринт Наверное Что могут забрать Потому что не все взяли Да Здесь есть припринты Кому не хватило Можно взять И я всех